В Альфа-Банке лучшая программа лояльности для бизнеса. Платим 3000 рублей за открытие счета и до 10% кэшбэка за расходы. Толстая своя старая, что ли на голове какая-то хрень. Валера фанат Марвела. Я его, правда, душу сексом в большом городе. А как ты сама вспоминаешь это время? Я открываю дверь, стоит человек такой вот. Ну что, пойдем? Я говорю, пойдем. Я говорю, Коля, надо идти. Сейчас очень много всяких вечеринок оля 90-е, когда девушки все в лосинах и в блестках. Вопрос в 90-е, найди платье с блестками. Хрен вы найдете эти лосины. У Валеры и у твоего старшего сына лосажца. Разница, да, 5 лет. Ну, Саша младший. Слава Богу. Как ты это делаешь? Давай, в чем секретик? Таня, я слышала, что ты не ведешь в соцсети никакие. Ну, почти никакие. Я помню, как Фределик, по-моему, Алиса говорила, что есть кулисы, есть сцены. И вот то за кулисами, то за кулисами. Вот я всегда поддерживаюсь такого. Мой муж, третий, в новой, он, значит, говорит, надо ты что? Ну, он человек молодой, новой формации. Он говорит, надо что-то. Я попыталась вести, я не знаю, можно называть? Инстаграм, да. Можно. Он запрещен в России. Ну, в общем, я там пыталась, когда он еще не был запрещен, я попыталась как-то что-то... Я попыталась. Мне кажется, я, во-первых, себя идиоткой чувствую какой-то. Потом я пошла сюда, вот я пошла сюда, я пошла туда. Сейчас я крашу, сейчас у меня вот 10 минут сейчас снимают. Сейчас я пойду там кофе побью, еще что-то. Но я честно неделю пыталась. Мне мой друг, актер говорит, ну-ну, давай, недельку ты выдержишься. Ну, он оказался прав. Недельку я выдержала, как бы все. Я почему-то говорю, что я неактивна, но это вот как закон в природе. Да, равновесие. Равновесие, да. Очень много, слава тебе, господи, у меня поклонников, спасибо вам огромное, которые вот за меня это делают. Татьяна Буланова. Мода на 90-е, стремительно ворвавшаяся в наши реалии, вряд ли может обойтись без упоминания этой знаковой певицы тех лет. Ее голос настолько индивидуален и узнаваем, что, кажется, не было необходимости прикладывать дополнительные усилия для популяризации имиджа. Но все случилось само собой. Слезы, которые не могла сдержать Татьяна, когда пела колыбельную для сына, мгновенно закрепили за ней образ плачущей брошенки, что вообще-то ни на секунду не соответствовало реальности. Буланова практически всю жизнь была замужем. Причем ее последнюю свадьбу, которую она сыграла как раз в уходящем 23-м году, СМИ обсуждали особенно Риана. Увлеченно смакую белое платье со шлейфом на 54-летней невесте и возраст новоявленного супруга, который на 19 лет младше. Впрочем, похоже, самой Татьяне абсолютно наплевать на то, что о ней говорят. Она проживает свою жизнь на полную катушку, не пытаясь понравиться всем. Сформированная 90-ми, она, как и все наше поколение, знает цену взлетом и падением, и, возможно, именно поэтому продолжает собирать огромные залы, а ее песни одинаково востребованы и на офисном корпоративе и в ТикТоке. Ютуб ты тоже не смотришь? Ютуб смотрю. Не смотрю, я слушаю. Слушаю очень часто. Ну, что-то смотрю, редко. Ага. Ну, то есть ты человек как бы... Я человек такой в своем мире в каком-то... Мой муж говорит, ты ленивая. Я говорю, да, я ленивая. У меня закон сохранение энергии работает. Ты на сцене себя отдаешь. На сцене да, ух, все, а потом все. А потом ты хочешь свою ракушечку и живешь в ней. Ну, что в этой ракушечке? Книжки. Я люблю какие-то фильмы старые, обожаю фильмы старые, ну, где-то до, наверное, 90-го года. Ну, 90-е вот начало еще какое-то. Я имею в виду наши российские. Ты захватываешь? А так ты советские фильмы, да? Советские обожаю. Причем я вот по только первой картинке еще, хотя вряд ли я какие-то фильмы не видела старые, но по картинке, вот по как это, кадру, качество там... Да, цветокоррекция какая-то. Я могу определить вообще временной отрезанный. Примежуток. где было снято. Ну что ж, попробуем. Я обожаю вот 30-е годы, 20-е. Не мы, ну, не мы и меньше, а вот я просто взглядываюсь... Гламур, гламур. Да, когда женщины все вот с этой вот волной холодной все, какие-то... Андуленция называлась, да. Как? Андуленция? Адуляция. Андуляция, по-моему, это называлось, да. Ну, очень красиво все. Это макияж все. У мужчины все тоже такие вах, там, керри-гранты. Джентльмен. Джентльмен. Платья все такие какие-то вот, не знаю, это с люрексом, с... Вот это ты все обожаешь. Да, с бисером, с пайетками, это все. И вот там, не знаю, я раньше не понимала Марлен Дитриха, сейчас я поняла, насколько она обаятельная. И, может быть, там, я не знаю, как-то что-то... Мне ее внешне не очень нравилось, мне кажется, что она какой-то такой немножко злой уроженеца. Да. И потом я видела, когда фильм, когда вот она двигается, совершенно все по-другому. Мария. Но вот эта вся современность, она, так сказать, немножечко тебя... Ну, честно, ни одного блогера я не знаю. Нет, сейчас кого-то уже знаю, потому что ты с кем-то снимала, запомнила. Ага. Ну, неинтересно, не знаю. Это благотворное влияние твоего супруга, с кем-то снимала, с каким-то блогомерам? Он тебя подпинывает и говорит, Таня, жизнь проходит мимо. Нет? Нет, нет, это в основном редакторы всяких программ, куда меня приглашают, спасибо вам огромное. Помнит еще старушку. Таня, мы провожаем вместе с тобою на нашем канале 2023 год, который оказался для тебя очень значимым, потому что именно в этом году ты вышла замуж. Наконец-то. Почему наконец-то? Ты третий раз это сделала. Да, бог строится, любит, я говорю. Ну, это довольно значимое событие, я хочу тебе сказать, не только для тебя, но, мне кажется, и для женщин нашего с тобой поколения, мы с тобой ровесницы, но и, мне кажется, для молодых девчонок, которые смотрят на нас в некотором смысле как на ролевую модель. Во-первых, мы тебя поздравляем с этим замужем. Во-вторых, хочется у тебя спросить, как ты это делаешь? Для многих женщин огромный вопрос, ну, вообще, так сказать, завести отношения, выйти замуж. Кто-то с трудом это делает однажды. Ты просто не останавливаешься. Ну, это так кажется. Как ты это делаешь? Давай, в чем секретик? Просто нужно не бояться, во-первых. Я очень ленивый человек такой, ну, безинициативный, так скажем. То есть я ведомый, наверное, но я при этом могу сказать, что абсолютно иногда нужно не бояться вот так вот просто вух, как вот в омут головой, что-то менять в своей жизни. Может быть, даже где-то сломать, чтобы построить заново в лучшем виде, наверное. Я немножко, отходя от темы, ну, не от темы даже, наверное, от вопроса твоего, хочу сказать, что я очень, когда приняла решение развестись со своим вторым мужем, я очень долго к этому шла. Я боялась как-то, что, во-первых, я сама рушу семью. Ну, как сама, там, на самом деле, все урушилось там не по моей вине, я не была причиной, но дело не в этом. А просто что... Но все равно решение принимала, кончательное ты. Я могла до сих пор, сейчас все это было вот вяло-текущее, такая вот такая фигня, которая вот, ну, как бы так бы все это и непонятно, чем... Ну, ничем не завершилось бы. Я бы страдала, наверное, бы и мой муж, тоже бывший, тоже где-то отчасти страдал. Но вот тем не менее, я так горжусь тем, что я все-таки взяла себя в руки, приняла это решение, в общем, и развелась. И сейчас я понимаю, что, наверное, нужно было сделать даже это раньше. Просто не бояться нужно и прислушиваться к себе. Я когда познакомилась, меня с Валерой познакомила Аня Семенович. Мы с подругой пришли, причем Валера села сбоку, я особо его не рассмотрела, он немножко угрюмый был такой. Мне сейчас говорят, он как-то вообще не понравился, я не поняла вообще. Как бы человека... Ну, общались мало, я его и рассмотреть особо не могла. И потом... А у меня подруга такая, она, в общем, такая сразу конкретная. Сколько вам лет, чем занимаетесь? Он там сказал, чем занимаетесь, сколько вам лет? Он такой, 31. Я так... А вот, говорю, никого-нибудь постарше, в принципе, в компании, там, лет 45 хотя бы. Я смотрю Валеру так. Присла тут звезда. Потом еще Валера вызвался меня проводить до дома, и как-то в машине мы уже разговорились, как-то, ну, так вот, так немножко все это. Он куда-то меня хотел пригласить в какой-то караоке, я говорю, нет, нет, у меня ребенок, во-первых, один дома, во-вторых, мне завтра утром уезжать там куда-то в Москву, в общем, все это нет-нет. И, в общем, потом на сочетение мы начали, ну, общаться-общаться, он говорит, знаешь, сколько у меня лет? Я говорю, да, 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 да. Я говорю, мне 50. Я помню, ну, там пауза была небольшая, кстати, вообще ничего. Он говорит, честно говоря, я думала, что тебе, ну, я поняла, что тебе не 35, потому что я еще был маленький, ты уже пела. Я думала, ну, года 42, вот так, 43, то, что тебе 50, ну, это на самом деле цифра страшная, 50. А, в общем, так-то ничего страшного. В целом все так же? В целом все так же, да. Но цифры угнетающие. То есть ты к тому моменту недавно отпраздновала 50-летие, когда познакомилась с Валерой? Да, в 19-м году мы познакомились в октябре. А у меня даже не в марте, то есть вот в марте у меня было 50, и в октябре мы познакомились. Скажи, пожалуйста, ты когда праздновала 50-летие, ты загадывала, что и жениха хорошего, господи, пошли мне подарок такой. Ну, что ты такое загадывала? У меня феномен абсолютный, я не помню, что я загадываю, но, видимо, раз я забываю, то это сбывается. Вообще, мне кажется, вот это состояние души. Это правда так, но, тем не менее, я думаю, что мы обретаем какое-то за время жизни еще и приобретаем какой-то багаж, опыт. Конечно, конечно. И принято об этом говорить как о каком-то позитивном моменте, но есть и отрицательные вещи. В частности, мне кажется, что огромное количество женщин у нас после 50-ти начинает уже бояться каких-либо отношений, потому что очень много обжигались, потому что есть уже какое-то вот в этом смысле негативное впечатление и как-то и не верят даже в то, что может быть что-то хорошее. Я считаю, что самое главное это быть оптимистами и вообще вот верить в хорошее, в лучшее. И еще раз повторюсь, не бойтесь, пожалуйста, пробовать. Ошибайтесь, обжигайтесь. Всегда помните, что мы как деревья забрасываем листья осенью, чтобы весной опять появились новые листочки. Вот если вы будете сидеть, я обожлась и все, ну и так и будете сидеть. А попробуйте как-то, ну, не храните себя. Вообще, мне кажется, что нужно к себе относиться с юмором, так и легко абсолютно. Не бразоветь, не становиться какими-то всякими там королями, императорами, императрицами, не знаю, кем-то еще. И всегда помните о том, что мы, в принципе, дети. Ну, помните, что, помните свое, вот то ощущение, когда там было там 10 лет, 12, ну, 15, хорошо, какие-то там подростки внутри. Мы все равно внутри подростки. Просто не нужно себе давить, глушить вот это вот состояние какое-то. Не бойтесь смешными быть. Да, Господи, наплевать, не слушайте, что говорят вокруг. Идите к своей цели. То, что прошло, то прошло. Страницу переркнули, и дальше живем. А тебя саму не насторожило, когда вот ты так Валеру пугала и говорила, знаешь, мне сколько лет? Мне 50. А когда он сказал, мне 31. Ты сама-то вот не пошла по пути того, что, ну, куда это, Господи, да какие смс-ки, да вы кому? Да не надо мне писать, забудь мануфер телефона, потому что, ну, что из этого может вообще получиться? Нет, во-первых, я периодически забываю, что у меня там уже, ну, уже 54, как-то про это не думаешь там. Потому что нам, ну, кто там, мне там, мне кажется, в душе мне лет 28. Но тогда я, честно говоря, нет, даже не думаю, во-первых, я опять же забыла, что у меня уже там 50, я просто, ну, как-то вот периодически... Шуганула парами на всякий случай, да? Шуганула, да, честно. Потому что не то, что там у меня сейчас я зубы вставные вытащу сейчас. Я вставлю опять, у меня нормально, у меня 35, а сейчас 5,50. Да, так. И, в общем, как бы, ну, я, воприк, с ним начала общаться, и человек абсолютно, то есть, вот, я не понимаю, мне кажется, он старше меня. Насколько вот он как-то, он по жизни, как он себя ведет. И, кстати, мне даже кажется, что он стал лучше. И он сам даже в начальных отношениях, только мы стали когда, встречаться, он говорит, я изменился благодаря тебе. То есть, какие-то приоритеты поменялись. Мне кажется, что я его в более правильное какое-то русло направила. А в чем они поменялись? Как ты повлияла? Ну, например, смотрит, вот я, как-то, там, видите, звезда, да, типа. И он понимает, что я совершенно абсолютно, как совершенно простой человек, спокойно вообще хожу в магазин, и там, если меня все смыть, то меня, в общем, ну, могут и не узнать, не всегда узнают. И я совершенно, у меня не такое, что я звезда, там, ко мне соответствующее отношение какое-то. А у него, может быть, он считал, что вот человек, который там что-то достиг, он будет вот таким вот, не знаю, с коронной головы. Понты какие-то. Да. И он понимает, что во мне этих понтов нет, и, возможно, у него какие-то, может, понты там где-то зарождались, там, по отношению там к чему-то. Я вообще считаю, что чем ты больше его достиг в жизни, чем ты выше занимаешь какой-то статус, тем ты должен быть внимательнее к окружающим и внимательнее в своем поведении. Я, например, всегда здороваюсь, там, не важно, человек, директор он или просто уборщица. Это вообще не важно. Ну, это, мне кажется, скорее про твое воспитание, а не про... Ну, это все-таки, мне кажется, это вот какое-то должно быть такое вот осознание. Нет, я абсолютно это разделяю, эту систему ценностей, но мне кажется, что она имеет отношение просто к воспитанию, к тому, какая семья у тебя была, какие ты там получила, ну, установки. Может быть, хотя я не помню, чтобы меня как-то там, как-то родители какие-то давали мне такие наставления. Ну, мне кажется, это еще и советская жизнь. Ну, да, наверное. Слушай, ну, давай вернемся все-таки к вопросу о разнице в возрасте, потому что это достаточно такая тема актуальная, важная и триггерящая многих. С одной стороны, появилось довольно много сейчас уже пар, в которых есть серьезная разница в возрасте, и это становится, ну, большей нормой. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, ну, никуда не взяться от переживаний хотя бы по поводу того, как я выгляжу. У тебя таких нет? Во-первых, я изначально, мне кажется, что я все-таки к себе так тоже отношусь с уважением достаточно. Я никогда в жизни не буду цепляться там как-то или что-то, как-то вот вешаться или говорить. Наоборот, у меня настолько вот какое-то гипертрофированное чувство гордости, что если не до того, что я что-то узнаю или увижу, то просто это будет без скандалов, естественно, без там выяснения отношений. Просто, ну, вот, доседание, даже хотя бы потому, чтобы себя чувствовать достойно, чтобы, ну, как-то не унижаться, вот это самое противное унижение, когда вот я понимаю, что меня не хотят, я лучше уйду. Да, мне будет больно, мне будет обидно, ужасно, но я это вот там все-таки переживу внутри и дальше начну жить в своей жизни. И искать уже человека, который не будет смотреть, что я там, не знаю, мне там рост там не тот или еще там что-то, не знаю, вес не тот. Ну, короче говоря, по которому полюбит меня вот ту, которой я внутри, вот того подростка, которому всегда, не знаю, там, 20. То есть ты не переживаешь по поводу того, как ты выглядишь? Ну как, я, нет, что-то не переживаю. Я, нет, не переживаю точно, но я как бы стараюсь за собой следить, я стараюсь там, во-первых, я на диете вот сколько себя помню всю жизнь. Да, мне кажется, вечная мука публичных людей. Ну, я еще публичной не была когда, я все равно, я мечтала похудеть. У нас в школе висело зеркало, в фойе, когда заходишь там, в гардероб, зеркало, и потом ты мимо зеркала проходишь уже на лестницу или там по кабинетам. Я никогда не смотрела, я по девчонке помню там, а я всегда, то есть я знала, что я выгляжу не так, как я хочу. Мне не нравилось ничего, я всегда считала, что я какая-то толстая. У меня никогда не было такой вот фигуры, вот такой как бы, и мне это все ужасно бесило, мне там зубы не нравилось, мне там еще что-то, овал лица, волос. Ну, короче, мне не нравилось никогда. Я проходила так мимо зеркала всегда абсолютно. Господи. Ну, это вот как-то, да, и поэтому сколько себя помню, когда какие-то первые таблетки всякие, я испробовала себе все и пришла к выводу, что мне просто нужно не есть после шести, сейчас уже после пяти стараюсь, ну, когда, бывает, не успеваешь поесть, то, ну, в пять поужинал и все. И спорт абсолютно не моя история, тоже мы с Валерой на эту тему спорим, потому что он спортсмен же, в прошлом он теннисист, и он сейчас занимается теннисом. Пытается себя приучить? Меня пытался приучить, но это он третий уже в этом списке, кто пытался. Ну, нет, в втором уже не особо пытался, первый меня пытался к бегу приучить, он до сих пор бегает, ему уже 62 года, он до сих пор каждый день бегает по часу в любую погоду, в любом состоянии. И, в общем, я поняла, что спорт вообще не моя история. Понятно, но, тем не менее, значит, то, за чем ты следишь, это вес, все. Вес, ну, плюс, походу, к косметологу. Ну, я, конечно, понимаю, все так, с замирами, с ужасом, что пройдет еще, ну, не знаю, сколько, ну, дай бог, здоровья там лет 10. Надо что-то будет уже что-то сделать, а я боюсь, я вообще врачей боюсь. Мне нужно восьмерки рвать верхние, а мне никогда в жизни зубы не рвали, я вообще не дайте до стоматолога. И поэтому, а уж что говорить о всяких пластических хирургах, которые я, то есть прийти там, какой-то наркоз, а если не выйду из наркоза, мне реально страшно. Но я понимаю, что все равно когда-то нужно будет на это решиться. Но причина не в молодом муже, а в том, что в целом очень хорошо выглядит. Да, насколько мое отражение в лице, в зеркале будет меня устраивать. Семейные фотоальбомы это не просто набор фотографий. В них неповторимая история нескольких поколений. Сегодня большинство из нас приверженцы цифровых снимков, но собственная фотокнига это отличный способ сохранить памятные сердцу моменты и поделиться ими с близкими. Удивить таким трогательным подарком поможет периодика. Сервис печати фотокниг. Выбирайте подходящий вариант оформления. Загружайте снимки прямо из галереи телефона в удобный конструктор на сайте или в iOS-приложении. Со сборкой вам помогут подсказки, шаблоны и функция автор остановки фото. Если сомневаетесь или ограниченного времени, вы всегда можете обратиться к дизайнерам периодики. Они сами выберут фотографии из вашего архива и подготовят макет фотокниги за вас. Останется только его согласовать. И через несколько дней вы уже будете держать в руках собственную уникальную фотокнигу. А вот еще прекрасный вариант подарка друзьям. Сертификат на создание фотокниги. Его вы точно успеете заказать к Новому году. А ребята из периодики как раз подготовили праздничные дизайны. Чтобы узнать, как создать свою фотокнигу или оформить сертификат на ее создание, переходите по ссылке в описании. Активируйте промокод САМА и получите скидку 10% на всю печатную продукцию периодики. Дарите такие подарки, которые трогают душу, и они обязательно запомнятся надолго. Ну, тем не менее, смотри, отношения развивались. Как-то вы там переписывались, ха-ха-хи-хи, куда-то ходили. Но ведь наступил момент, когда тебе нужно было принимать решение о том, что тебе надо познакомить какой-то свой ближайший круг. Ну и уж, ладно, друзей, но сыновей. Ну, это произошло достаточно быстро. Вот если мы где-то... Мы познакомились 25 октября, и где-то уже, наверное, через неделю-две где-то я помню, что Валера пришел первый раз ко мне домой. Ну, у меня старший живет уже отдельно. А младший как-то такой принял сразу, нормально. Старший, кстати, он тоже принял хорошо. У меня он вообще очень воспитан, такой интеллигентный мальчик. Но он как-то мне говорил, ну как Валера? Ну, не знаю, как-то у мамы мужик какой-то новый появился. То есть он более ревностный, ну, поначалу. Сейчас вообще замечательные отношения, там все... Скажи, у Валеры и у твоего старшего сына у Саши Сау. Разница, да. Сколько? Пять лет. Пять лет? Ну, Саша младший. Слава Богу. Во-первых, говорю, Валера очень-очень приятный человек. Вот, я не знаю, я надеюсь, что ты с ним познакомишься лично. Он, правда, очень обаятный. Да, я надеялась это сделать прямо сейчас, но, к сожалению, Валера усвистал в командировку. Так. Ну, правда, он очень обаятный. И вот когда он как улыбается, так располагает. Так располагает, да. Поэтому, я думаю, что... Поэтому, наверное, у меня не было какого-то опасения. Но ты знакомила в любом случае, раз так вскоре, то просто, ну, вот, как новый знакомый. То есть это не было вообще планов на то, что это будет брак? Нет, я не задумывалась. Причем я больше скажу, я думала, что вряд ли, наверное, он меня подойдет замуж, потому что я, ну, правда, там как-то уже почти 20 лет. Ну, так, 19 чистых, это как-то, ну, многовато. И я вообще хочу сказать, знаешь, стереотипы, я помню, когда, например, я была замужем первый раз, мы с моим первым мужем познакомились, когда я еще не была известной человеком. И помню, я была уверена, я так думала про себя. Вот хорошо, что мы познакомились, когда еще мы были никем. Потому что, наверное, я уже никогда в жизни не буду замуж, потому что человек уже, встретив меня, он уже будет влюбиться там, ему понравится, ему не я, вот как там, вот Таня Буланова, которая артистка. Да. А это уже нечестно будет, и мне это не будет нравиться. А, и, конечно, никогда в жизни бы не подумала, что я буду замуж за футболиста. И, естественно, у меня была абсолютно уверена, что брак между мужчиной и женщиной, где женщина старше на 19 лет, это просто априори, это какая-то вот, ну, какой-то без альянса и какой-то такой вот союз явно на каких-то вот таких, как это сказать, основанный на какой-то, ну, такой некрасивый какой-то там, на выгоде какой-то, да, или что-то вот там, какой-то корысть какая-то со стороны, естественно, молодого человека. Более молодого человека, да. И сейчас я понимаю, что вот эти все мои теории, такие вот умнейшие, они просто абсолютно разбиваются вот о стену, как бы, судьбы и вообще, в принципе, нормальные реалии их отношения. И вот это абсолютно ничего не значит. Абсолютно. Вот в данном случае. Потому что первый муж у меня был старше на 8 лет, мне казалось, что я его старше. Второй был у меня младше на 6 лет. И третий вот сейчас вот, мне кажется, что у Валеры у меня старше. То есть я, он у меня даже какой-то, ты говоришь, ребеночек там у меня называет, как-то вот какие-то по, не знаю, хотя я такая, в общем, уже взрослая тетя. Но вот как-то такое отношение какое-то, ну, совершенно, да, собственно говоря, с меня и брать-то особо нечего. То есть если бы я там была какая-то, нет, там, владелица каких-то, не знаю, там, чего-то, может быть, я бы так задумалась, не знаю. А тут, в общем... Ладно, ты познакомила пацанов своих, но когда-то же ведь, наверное, ты познакомилась и с родителями Валеры. Но это было, кстати, через буквально сразу. Это было 19 декабря. Ёлки-палки. То есть вы как-то вообще не задерживались, ребята. Какое-то очень стремительно все это, видимо, через две недели с парнями, уже в декабре вы, значит, с родителями. А там чего, вы зачем пошли ознакомиться с родителями? День рождения его папы, Юрия Николаевича. И, в общем, я, конечно, понимала, что, наверное, родители не очень так обрадуются, что такая вот, такая великовозрастная такая у сына девушка. Я вообще не понимала, что это... Мне просто, мне нравилось, что... Ты плыла по течению? Да, абсолютно по течению отдалась в руки судьбе. Как будет, так и будет. Он позвал на день рождения. Ты говоришь, ну, пойдем. Он говорит, слушай, мне родители там, они в ресторане отмечали. Я даже не напрашивалась вообще, что я с тобой. Я говорю, да, да, конечно, вообще без вопросов, все. И, в общем, мы разошлись, как бы я домой к родителям поехала. И потом мне пишет, Таня, приезжай. Я говорю, мне неудобно. Я думаю, там какой-то гостика. Да нет, мы с ним втроем просто. Это не юбилей, ничего. Просто пришли отметить в ресторане. Я пришла с мамой, папой, как бы замечательные, абсолютно нормальные родители. И что-то мы стали сразу, только познакомились сразу, что-то я поздравляла папу, стали говорить про, не помню, про спорт. Я говорю, я спортом вообще не занимаюсь. А папа у Валеры вот такой взложник. Во-первых, он вообще футболист в прошлом, в молодости. Так. Я так понимаю, что он Валеру на теннис-то и, в общем, собственно говоря, и подтолкнул, и он с ним на тренировки ездил. И вдруг такая приходит такая, какая-то непонятно кто, и говорит, я вообще спорт не люблю. Спорт? Что это? Я помню только, что как-то, Валер говорит, сейчас вот, типа... Осторожнее? Да, осторожно сейчас, аккуратнее. Я говорю, ну, что сказал, что сказал уже. Говорю, я правду. Ну, у нас, по-моему, замечательные отношения сложились. А не твои ровесники? Нет. Папа старше вообще намного, а мама старше, ну, сейчас скажу, на пять лет. Может быть, слушай, вот я попытаюсь разгадать эту тайну, чтобы мы могли ее поделиться с другими женщинами. Может быть, вся тема в том заключается, что не нужно вообще ничего загадывать. Это сто процентов. Что ты просто, ну, как, ничего, я не знаю, чем это закончится. Вот просто прекрасный вечер. Да, жизнь наслаждаться жизнью, да. Вот просто провели этот день вместе, может быть, завтра будем не вместе. Да, и все может быть. И спасибо за то, что сегодня было хорошо. Все правильно, абсолютно. Именно так? Да, абсолютно. Вообще же есть такая даже поговорка, что человек предполагает, а Бог располагает. Или хочешь насмешить Бога, расскажи мне о своих планах. Абсолютно не надо чего загадывать, за вас все сделают. И там уже начертано наверху, как будет. Будет вот так, значит, будет. То есть ты, нужно с этим научиться смириться. Вот как научиться принимать там себя, да, вот, ну, или свое тело, так и свою судьбу принимать. И благодарить за то, что он дается тебе. И не иметь каких-то страхов, потому что вот я тебя слушаю, мне кажется, я бы уже на тысячи, как бы, каких-то мелких отрезках уже бы испугалась. Ну, например, я бы через две недели, наверное, не сказала бы, там, заходи в гости и познакомься с моими там сыновьями. Я бы, наверное, в декабре... Вот фиг знает. Вот я и пытаюсь, как бы, ну, мне было бы, ну, как-то, ну, подожди, мы же вообще, кто ты мне, как бы, две недели знакомства, вообще, почему ты сейчас зайдешь ко мне в дом? Ну, я бы и телефон... Но он, наверное, не дала. Вот, начнем с этого как-то... Нет, что такое? 31... Сколько? 31? Нет, слушайте, не надо. Не звоните, не пишите. Нет, наверное, если бы он безостановочно слушал, не знаю, там, Моргенштерна или Клаву Коку... Вряд ли мы найдем общий язык, да? Да, потому что я бы с ума сошла от этой музыки, а я бы слушала, например, с его, не знаю, там, Баха. С Бетховеном. А у нас достаточно, ну, такая вот, не знаю, схожесть взглядов и даже музыка. То, что он, на самом деле, что он слушает, я говорю, фигня какая-то. Ему нравится вот 90-е, 80-е. Мне нравится то, что он сейчас вот поближе к нашему времени. Валера слушает ретро-ФМ, дорожное радио, радио-дача. То есть Валера... То есть Валера живет в 90-е. Да. Во времена твоей, как бы, становления. А ты немножко знакомишься с современностью. Я вот как сейчас он должен, в принципе. Прекрасно. Но, как я понимаю, у вас есть одна точка, пункт несогласия, но во всех существах, на чем расходятся ваши пути, это ты, я подозреваю, не очень хорошо знаешь вселенную Марвел. Я уже знаю, потому что Валера фанат Марвела. Так. И когда мы по 55-му разу смотрим Доктор Стрэндж... Подожди, так ты с ним смотришь все-таки по 50-му? Иногда приходится, когда борьба за пульт идет, и он побеждает. Ну, мне ничего не осталось делать, как, ну, ладно. Так, я его, правда, душу сексом в большом городе. Правда, он говорит, да блин, я уже знаю, ну, извините, сколько можно? Я его согласна. Переключаем. Переключаем на Марвел. Мне нравится Человек-паук. Я ее смотрела, еще с детьми своими. А теперь ты по второму разу проходишь этот уровень с Валерой. Причем сейчас же новые всякие Человеки-пауки, новые, там, кто-то мне нравится, кто-то мне, кстати, Тоби Магвара, мне больше нравился. Мне, кстати, нравится, очень нравится, господи, как это, в Торе, который черный, Том, который играл хитрого. Молодежь, поскажите. Том Хиддлс. Том Хиддлс, да? Том Хиддлс. Вам сколько лет? Лет 22. 22, вот, видишь, наконец-то мы воссоединились. Спасибо, молодежи, подсказки. Я, кстати, его открыла, ему в Москву всегда мне едет. Да ладно? Да, он не смотрел. Ему очень понравилось, и он прям... Что ты говоришь? То есть ты прибавила поклонников этой... А Любовь и Голуби он смотрел? Не знаю, честно говоря. Это вам на Новый год задание. Да, хорошо. Тогда изучайте творчество Владимира Меньшова. В Альфа-банке лучшая программа лояльности для бизнеса. Платим 3000 рублей за открытие счета и до 10% кэшбэка за расходы. Вообще, мне кажется, я, как сейчас, знаете, в наше время сейчас проблема, наверное, в том, что какие-то неинтересные мелодии, гармоническое построение не очень такое, такое какое-то не захватывает. В основном сейчас идут аранжировки, как-то раньше, как сейчас называется. бит там как-то, в общем, короче, вот это вот все, как ду-ду. Мне это тоже нравится, это классно, там потанцевать, подергаться, где-то что-то цепляет. Но вот в чем, мне кажется, даже не проблема, а вот в чем феномен того, что 90-е сейчас в моде, там 80-е. Вот, я как раз хотела к этому подойти, да. В том, что раньше милая, красивая музыка была. И сейчас очень много, есть даже такое камер-радио в Москве, у нас в Питере, сколько жили нет, которое слушаю, и там как раз из 90-х, ну 80-х сейчас режу, 90-х, с нулевых, делают переработки, вот эти камеры, какие-то версии. Я как бы сделала вывод, что просто сейчас нового такого яркого очень мало. Ты знаешь, да, что песня Катя Лель сейчас моя нервная ладная залетела вообще по всей воде? Это ей на случай они помогли, которые у нее зубы забрали все. Ну, возможно, да, это произошел такой обмен, как бы зубы на славу, как бы новые. Не, ну я за нее очень рада, здорово, молодец. Но ты понимаешь же этот феномен? Почему вдруг вот та мелодия, которая там, не знаю, в двухтысячных нам казалась, ну такая как бы... Она мне тоже нравилась, она мне тоже нравилась, но как бы, ну она не так, чтобы там долго продержалась в чартах, как бы не было вот этого вот сумасшествия. Ну, как бы это говорит о том, что время потом покажет, как говорят. Просто вспомни феномен песни Трололо, Хили. Да. Когда считали, что... Я вот Царство Небесное очень любила, замечательный человек был. Да. Все считали, что все, он уже там, уже как бы это просто уже там типа стареет, ретро и так далее. И вдруг ба-бах. И тут в Америке, и тут же сразу, даже я помню, у меня старший сын смотрел какой-то там мультик, там был Гриффины, и там в Гриффинах был... Я говорю, о, классная песня. Знаешь вообще, кто пел? Нет? Вот я вам объяснила, что это вот... Наш, да. Ленинградский. Да. Слушай, а твои песни какие сейчас самые популярные? Ты знаешь хотя бы это? У меня, слава богу, есть поклонники, которые мне об этом говорят. Давай, расскажи, поделитесь с нами, значит, информация о поклонниках переходит сейчас к нам. В периодичке там есть Тикток не запрещен, но не запрещен она. Тикток не запрещен у нас, но мы там публиковать нифига не можем, но за он не запрещен. Ну, короче, вот там вот вдруг выходят какие-то песни, оказывается, которые ему уже там по 20 лет, по 15. Сейчас почему-то на первом месте по просмотру, там тоже сколько-то, не знаю, ну, конечно, не так, как у Кателли, но тоже, в общем, нормально. Неплохо. Да, мне нравится. Ну, как мне рассказывать, это, скажи мне правду, «Атаман», это песня, это ты и я вместе были, почему-то я вообще никогда не пела нигде практически, почему-то вдруг она вот так вот зашла. И третья какая-то, я забыла какая-то. Ну, тоже какая-то такая вот, ну, мы посмотрели, на данный момент наибольшее количество тиктоков снято на песню «Один день». А, да? Да. Приятно. День, как день, и не больше, только дольше этот день без тебя. А как ты считаешь, какие самые-самые твои крутые хиты, если говорить про 90-е? Ну, я могу это судить по, ну, там, нравится публике, не нравится, насколько хотят слушать на концертах, насколько хотят видеть в программах телевизионных, я шучу, говорю, у меня еще пару песен есть, помимо, там, «Я с тобой свет» и еще там одну. Ну, я считаю, что, конечно, первое, с которой, в общем, все началось, это «Не плачь». «Один последний раз твои глаза. Хотя она была, конечно, не первая, это был уже второй альбом, первый у нас был вообще провальный абсолютно в 90-м году, ну, неважно, это тоже был какой-то опыт. После нее была песня «Синее море», которую многие считают, что с нее началось. Нет, она была вот как бы, ну, не второй, конечно, но следующий там. Потом была «Колыбельная», «Колыбельная», когда я родила первого своего сына, потом была, наверное, карта, ну, так, они меньше степени, скажи мне правду, а там, опять же, это 93-й год. Потом «Измена», конечно же, песня, и вообще альбом «Измена». Кстати, в 96-м году я снялась в старых песнях о главном и спела там песню «Нежность», которую, честно говоря... Фантастически ты спела. Спасибо, но я вот не понимала, реально, я вот как-то... Я бы мама даже моя еще... Тань, я бы меня позвали в старые песни. А какой будет песня «Нежность»? «Нежность». Я тоже думала, как-то, ну, новогодний вот праздник, это... А спела потрясающе. Спасибо. Ну, там и съемки были классные, вообще... Ну, я, конечно, очень благодарна, кто меня позвал, и вообще, кто меня спродюсировал, потому что я обычно всегда как-то в стороне немножко. Там вот всякие граммофоны вручают, а я вот где-то вот здесь. Ну, если вот рассуждать сейчас о популярности, как тебе кажется, у кого ты... По концертам, может быть, видишь, у кого ты больше популярна? У 30-летних или у 20-летних? Ну, конечно, даже у 40-летних, у 50-летних. Ну, 50-летние, это наше с тобой поколение, то есть те, которые с тобой шли ногу в ногу. Это озвучивает, это цифры, кошмар какой-то, а так вообще... А это про нас, Таня, да? Это уже про нас, да? Это самое. В общем, ну, наверное, 30-летний, потому что, ну, 35-летний, вот если брать моего мужа, то есть ты была его звездой? Ну, нет, он не был моим фанатом, но он, песни ему нравятся, ему вообще нравится музыка 90-х годов, и самое интересное, что там мы с ним что-то разговариваем, я какую-то песню там говорю, ну, или советуюсь, он говорит, а это тоже ты пела? Я говорю, ты что, не слышал голос? Ну, я говорю, ну, мне нравилась песня, я просто с тобой не ассоциировала ее, потому что, ну, он не был поклонником таким вот, как бы, ну, поет, поет, песня нравится, кто поет, неважно. Я думаю, ну, что у 30-летних, потому что, ну, тело было за 30, потому что в то время, когда они родились и были маленькие, и самое счастливое время, это детство для, ну, для больших, для всех, да, то это вот как раз ассоциация с этими песнями. То есть это те люди, которые встречают нас и говорят нам, что мы выросли на ваших песнях и выросли на ваших передачах. Почему 20-летние, честно говоря, приходят на мою концерты, я не понимаю, честно скажу. Но они приходят? Приходят. Приходят, и ведут какие-то даже в соцсети, там какие-то странички. Мне это очень, конечно, приятно, но я вот, ну, как бы, не могу понять. Я не знаю особо в подробности, но вот если так спрашивать, не знаю почему. Ну, нравится, спасибо. Как ты думаешь, ты знаешь, что сейчас невероятная популярность сериала «Слово пацана»? Да, слышала, конечно. Там нет твоих песен, что, может быть, жаль, но, может быть, не соответствует тематике. Эффект такой популярности, как ты думаешь, именно тоже в том, что это детство тех... Я думаю, это в первую очередь да, плюс, опять же, сейчас это модная тема 90-е. Сейчас очень много всяких вечеринок а-ля 90-е, когда там девушки все в лосинах и в блёсках, а мужики все в кепках каких-то там в цепях. Я вот смотрю, думаю, классно, я вот в 90-е этого не помню. Попробуй в 90-е найти платье с блёсками, это же вообще-то... Нужно было ехать в Турцию, куда-то, не знаю, куда-то. Я на съёмки, на концерте там сама что-то приделала, мне мама что-то шила, я такие-то... Находили где-то какие-то там тоже камушки, но это было вообще не найти. Чтобы так вот все девочки ходили в блёсках и в лосинах, хрен вы найдёте эти лосины. Это историческое несоответствие. Да, поэтому это, ну вот, как это правильно сказать, впечатление нового поколения, вот как было в 90-е. Да было на самом деле так же, как сейчас, но только то, что там не было интернета, не было телефонов. Кстати, я могу сказать, я помню родила старшего в 1993 году. Памперсов не было, не то, что их не было, а если ты их где-то достал, они стоили просто, не знаю, ну, золото, состояние. Мы, по-моему, эти памперсы реально использовали несколько раз. Они у нас на даче висели и сушились. Надевали только на какие-то там вот мероприятия или куда-то что-то, чтобы там просто вот там ночь поспал, выброси, укажи. Это вообще, ну, не купи, вот есть одна пачка, и неизвестно, будет ли что там через неделю. Да-да. Поэтому это всё было сложно. Ну, я считаю, что нас это закалило, и то, что сейчас какие-то санкции ввели, это всё так смешно, потому что... Нас этим не испугаешь. Я вообще не понимаю, да, ну, ничего страшного, господи, не будет этого, переживём, что-нибудь своё придумаем. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Слушай, но получается, что 90-е действительно это такая точка пересечения как бы поколений в результате. И... А как ты сама вспоминаешь это время? Раз оно сегодня так популярно, вот как тебе кажется, правильно ли его считывает новое поколение? Мне кажется, не совсем. Ну, во-первых, ароматизация вот эта вот, там, лихих вот этих лихих. Они, да, наверное, они были лихи, я этого не почувствовала. Для меня 90-е это гастроли постоянно. Это вот я приехала, собрала чемодан и уехала на 2, на 3, на месяц бывает. Приехала опять домой на 5 дней, максимум недели. Опять там поменяла вещи и опять укатила 2-3 недели куда-то там ездить. Так было, потому что ты стала популярна и нужно было, так сказать, пользоваться этим моментом. Или потому что, по сути, ну, как-то надо было зарабатывать деньги. Мне нужно было кормить семью. Но в целом вот твои ощущения от 90-х, ты говоришь, вот лихие, ты, может быть, не почувствовала. Но ты жила в Питере. Питер был довольно город такой опасный. А, опасный? Ну, вообще не чувствовала. Да, вот считалось, что очень много бандитизма было в Питере. Меня как-то это, слава богу, не коснулось. Нет, коснулось косвенно, наверное. Я помню, была история, ну, такая, не знаю, бандиты, не бандиты, они это было, не буду и в каком городе, далеко, на гастролях. 92-й год. Я-то только беременна, еще это вообще никто из окружения нашего не знает. Ну, там, срок. Ну, это октябрь это было. То есть не видно ничего абсолютно. Мы отработали, по-моему, 7 концертов. Уже на утро у нас поезд, причем я самолеты не очень люблю, поэтому у нас утрен поезд. Ребята, остальные вылетали с самолетом в Питер. И, значит, такой стук в дверь, тык-тык-тык-тык. Я открываю дверь, стоит человек такой вот. Татьяна, мы хотим вас пригласить, значит, вот там, куда-то там на отдых, там что-то там, типа, баня-не баня. Я так смотрю, а за окном темно вообще, мы вообще находимся непонятно где вообще просто. Спасибо большое. Вы знаете, у нас завтра утренний поезд, у нас было много концертов, тур закончится, мы очень устали. В следующий раз, да, пожалуйста, конечно, все, уходит. Там на педасе проходит, опять так, тык-тык-тык. Я открыла дверь, стоит этот человек сзади, а перед ним такой, с золотыми звуками, с такой шапкой, такой, тик такой. Ну что, пойдем? Я говорю, пойдем. Я говорю, Коля, надо идти. Там явно не уйдут так. А под окнами гостиницы, штук 8-9, не знаю, может, больше всякие, девятки, восьмерки, и тут самые такие модные были машины. Я думаю, вдвоем мы точно не пойдем. Я, значит, к нашим ребятам по номерам. Говорю, ребят, пойдемте в компании хотя бы большой, но не отстать там. Не отстану, вернее, ну как бы никак. Сели, причем мы сели, нам несколько человек сели в машину вот этих людей, а трое человека остались, там, с ними вместе, там, отдыхал, сел шофер от филармонии, на своей там Волге, филармонической, которую предоставили филармонию. И, в общем, короче говоря, они поехали на эту Волге за нами, мы с этими машинами, там, какой-то лес вообще в черноту, непонятно, блин, куда мы, я беременная вообще, в лес куда-то вообще, просто непонятно где. Значит, наши эти, которые не на этих машинах, отстали, типа, они потерялись, ну, испугались, естественно, просто, вернулись в гостиницу, а мы приехали в какой-то заброшенный, я не знаю, что лагерь, не лагерь. Но вы и музыканты, ты и Коля, и музыканты. Я, Коля, наш гитарист, наш конферансьер, и директор с нами ездила, Надежда такая. Привезли куда-то, я помню, какой-то стол, такие стаканы граненые, пустые, так один в другой лежат, значит, какие-то люди, просто реально урки просто, люди, которые только откинутся сейчас. Сидят напротив, и так смотрят на Колю, как тебе повезло, не повезло, я думаю, блин, бегает, значит, директор наш, это Надя, Таня, нас с тобой изнасилуют, их убьют. Я говорю, Надя, ну изнасилуют, что тебе, что ты нагнетаешь, ну блин, куда нам деваться с корабля? Сейчас будем как-то выходить из ситуации. Вот это, блин, характер у тебя, Таня! Ну а что делать? Как вы здесь думаете? Вообще, конечно, надо не терять самообладание, я понимаю, не паниковать, а наоборот как-то пытаться... У меня есть вот эта экстремальная ситуация, у меня там какие-то... Как-то невыносимо невероятно собираешься, ты же рассказываешь просто тихий ужас. Короче говоря, дальше, значит, это консорсия, он так любил немножко выпить, и он берет там какой-то джин, тоник, чтобы тогда было, не помню, значит, берет что-то, а это вот реально урку, у него хватает, он еще вот так, типа, выхватывает обратно, и вдруг этот человек, вот этот бритый, ему так просто лоп-хоп, этот наш, я не понимаю, как вызвали уже, он как сидел, он так сосул, так-хоп-так назад. Я говорю, «Конферансье?» Да. Я говорю, «Руслан, я не понимаю, почему твои люди обижают моих людей?» Ну, я уже, что это делать-то? Он такой, типа, «Мне трогай вон». Потом еще ко мне прислал, говорит, «Ты все, ты все не пьешь?» А я сколько пила? Я говорю, «Руслан, объясните, я пью с вами, ну, как бы, что я пью, какая-то разница?» Хорошо, что наш вот Коля, Ковлаков-гитарист, он как-то что-то, а он играл раньше в форуме, он уже был в этом городе там уже как-то давно, ну, и как что-то там, слово-слово, все хокихи там, короче говоря, он так вот как-то, эти просто над ним там все лежать, как над клоуном, и он как бы это все схватил, эту волну правильно. Короче говоря, нас нормально привезли к живых, здоровых, не тронутых вообще, к гостинице, и я помню, мы, а у нас поезд утренний, нас они провожают на вокзал, а я сижу в машине уже с чемоданами, и выходят вот эти вот наши ребята, которые, типа, ну, реально нас бросили просто. Из филармонии как-то? Да. И я выхожу, говорю, гад. А он такой, а тихо, он реально, мне показать сейчас ботокс не стоит. Говорю, а что такое? Я говорю, да ничего, говорю, гад просто. Так надо ему сказать. Я говорю, не надо, нормально, все хорошо. И нас довезли до благополучного поезда, там какие-то винограды, я не помню, что-то, я не помню, что вот все, что можно было вообще вот тогда в октябре найти вот в этом городе, значит, все нам это все. Это они вам в благодарность. Да, все, и мы прям, Слава Николаевича больше никогда не виделись. Но вот это у меня, это вот из 90-х, вот это вот самое, наверное, страшное, что было в моей жизни, все остальное, что касается лихой истории. вы действительно ходили по тонкой грани. То, что директор ваших кричал и могло избыться и так. Все, что угодно могло быть. Да, вот пошло бы не так, как-то по-другому сценарию, кому-то что-то не понравилось быть. Или вот этот главный оказался бы там по-другому, как себя повел бы. Ну, слава богу, как получилось, так и получилось. Вот для тебя 90-е, в большей степени это время какое? Возможностей, молодости и счастья все равно? Или какой-то холодок есть по отношению к тому? Ну, ты знаешь, это двояко. Для меня 90-е, это все равно, конечно, это счастливое время, вот для меня лично, потому что это детство, это юность, это надежда. Становление. Становление, да. А, кстати, могу сказать, что всегда легче, мне кажется, как белый лист себе заявить, чем заявив уже как-то пытаться свой статус, там, не знаю, или там свои возможности подтверждать, да. Слушай, ну вот смотри, в 90-е тогда выстраивалась такая иерархия новая. Появился вообще статус звездный. Его не было в Советском Союзе и в том обществе. может быть, не было понятия звезда. Было, наверное, все равно было понятие известный артист. Известный, да, но вот звездности такой не было. Я что хочу тебя спросить? Смотри, вот я когда-то, когда познакомилась с миром эстрады, он очень далек был от моего мира, что меня удивляло. Это был мир, окруженный в 90-е, какими-то личными охранниками, каким-то невероятным количеством. Значит, вот появилось понятие райдер, пришел через эстраду именно, личные какие-то условия. В 90-е еще райдера не было. Ну, может быть, к 2000-м. В 2000-м, да. Наверное, да. Значит, какие-то обязательные стали позиции, какие должны быть машины, каким должно быть появление звезды и так далее. Вот это вот все. Я даже помню, как одна эстрадная певица, ныне уже совершенно никому неизвестная, меня спрашивала, как-то с потрясением, что ты сама ходишь на детскую площадку гулять с ребенком. Я говорила, да, я хожу сама. Она говорила, так тебя не узнают? Я говорю, меня узнают. Как бы, тогда зачем ты это делаешь? Как бы просто, ну, как это может быть? Ты все должна делать типа няни и так далее. У меня были няни. Но я тебе хочу сказать, что как бы я вообще отстаивала всячески, ну, то, что я мама и жена, и что я сама готовлю, условно говоря, сама стираю, и там хожу в магазин и гуляю со своим ребенком, и потом со вторым ребенком. Для меня это было важно. Именно, ну, как бы для сохранения нормы. Я хочу спросить тебя, почему ты миновала вот эти все звездные статусы? Ну, наверное, потому что настолько вот мне мой мир нравится. Я, кстати, до сих пор не переехала в Москву на Постоевку. Сейчас Валера меня пытается как-то, он обожает Москву. Я почему-то говорю, что вот настолько мой мир вот этот вот, я как-то, я совершенно не оглядываюсь, положено, не положено, надо, не надо. Я так же все спокойно, мне все равно в каком-то такси ехать, бизнес-класс, эконом-класс, вообще все равно, мне главное доехать. Почему? Это свойство твое, такое характера. Просто мир эстрады, он очень навязывал эти правила. И ты была в нем, и ты была мегапопулярна, и ты легко могла бы попасть, ну, вот так сказать, в эту систему координат. Ощущение, что ты ее как будто бы, ну, осознанно миновала. Миновала. Почему? Может быть, осознанно, может быть, подсознательно. Ну, я не считаю, это глупость. Мне кажется, вообще, чем в человеке больше вот какой-то звезды, пафоса, тем он глупее, и у меня в голове ничего нет, кроме вот этого. И поэтому в голову-то все забивает, что я крутой. Да я круче, меня нет все там, я ногами дверь открываю. Это, ну, мне кажется, стыдно, и потом, я всегда, если очередь, я встану в очередь, я буду стоять. Я Буланова, пустите меня. Я тихо, спокойно, я не люблю к себе внимания излишнего. Меня это напрягает, и я от этого устаю. То есть я должна в каком-то своем мире быть, чтобы вот, ну, не растратиться, наверное. То есть и сохранить то, свое ощущение вот там 20-летнего или там 17-летнего подростка. Ну, то есть, а какие у тебя есть преимущества? Вот ты можешь сказать в том, что у тебя нет звездного статуса никакого? Ну, наверное, то, что со мной общаются друзья с детства. Мои одноклассники. У меня моя подруга, с которой мы там с трех лет дружим, мы до сих пор с ней дружим вместе, вот там общаемся, и я не чувствую какой-то, мне там зависит или там чувство, что вот я превосходу в чем-то. Абсолютно. Как было в детстве, вот я могу сохранить благодаря, наверное, вот этому, вот тот мир, который у меня был в юности, который мне нравился. Когда я была полна надежд, я знала, только все начинается, вот это ощущение, что только... Я понимаю, что это, конечно, ошибка, иллюзия, но вот это хочется, что все еще впереди, только начинается все. Послушай, это удивительная история про одноклассников. Я ее слышала краем уха в каком-то твоем интервью, что ты с одноклассниками, вы встречаетесь не то, чтобы даже там раз в 10 лет или раз в 5 лет. Гораза чаще. Сколько? Ну вот они сейчас... У меня такая подружка Юля, причем я не знаю фамилию по мужу, я говорю, что он Юля Ботова. Для меня она известна Ботова. Как было в школе. Как в школе, да. И она, Тань, мы собираемся такого-то числа, я говорю, слушай, я не могу. Ты когда? Сейчас в декабре, в декабре, говорю, Юля, вообще никак не могу. Она мне передадет, слушай, а в январе, я смотрю, четвертый свободный. Все, четвертого, иначе, собираемся. Четвертый января, потом это типа у нас рождественские встречи, потом встречи, например, приуроченные к окончанию школы, летом какие-то летние. Ну и так просто какие-то вот... Что вы делаете? Вы прям собираетесь? Мы ржем, выпиваем. Ну, а на самом деле Юля, она очень такая активная, она придумывает какие-то стихи, какие-то конкурсы. Наверное, да, мои дети посмотрят, ну, как вот в моем понятии, какие-то великогородные тетки или там в бухгалтерии гуляют, вот типа того. Так, да. И я окунаюсь в этот мир, мне нравится, мне классно, мне никто не представляет петь, мне никто не выспрашивает там, кто на кем замуж. Хотя сейчас это уже кто на ком жена, тоже в интернете можно открыть. Да. Ну, то есть тебя там воспринимают как равную. Да, абсолютно. Отдельная. Я девочка Таня Буланова, которая с ними училась там 10-8 лет, смотря с кем, сколько. Вообще, самое страшное испытание, мне кажется, это медными трубами. Вот огонь, вода, медные трубы, это есть вот это вот, насколько ты вот можешь выдержать вот это вот, то, что теперь у тебя какие-то появились перед кем-то преимущества. Если там кто-то вот сверху видит, что ты не выдержал испытания, он забирает у себя тот дар, благодаря которому ты стал таким. Это правда, что ты думаешь над стоимостью билетов на твой концерт? Да, абсолютно. Потому что я понимаю прекрасно, что придет там, допустим, пара, ну, влияет ли кто-то, ну, хотя бывает, конечно, но все равно, в основном люди приходят две, это семья. И, например, делать там билеты по 5-10 тысяч, это на семью уже 20 тысяч, это, в общем-то, значительная сумма. Но это если я организую концерт, а, например, там, когда делают концерты кто-то, ну, я не могу на это повлиять. И сейчас, кстати, у нас будет концерт юбилейный 22 марта в Петербурге. Так. В Сибур-арене. И там тоже, Валера там мне сейчас помогает в этом, он говорит, там, билеты, говорю, Валера, нельзя делать там дороже, ну, 3,5 тысячи. Я сейчас не знаю, сколько мне поставили, но нельзя дороже, потому что, ну, ты понимаешь, сейчас придет 7 тысяч на семью, это тоже, в общем, уже так существенно. Но ты понимаешь, что в зависимости от этого как бы у тебя гонорар меньше становится, да? Ну, и что? Как бы он же не, ну, как бы это же не бесплатно, и все равно это кто-то платит деньги. Поэтому это, в общем, важно тоже. Я думаю, думаю о своей публике. Вот ты ко мне на съемочку пришла, а он свитерочек в джинские уги, как бы. А могла бы в пайетках. А могла бы в старых прийти. Но пришла в новых. Ответственный человек. Но. У тебя нет ни самолета, ни яхты, там, ничего подобного. Но у тебя есть комната обуви? Есть. Что это, Таня? Ну, это, наверное, тоже как-то из 90-х, когда было ничего не купить, а потом я дорвалась, и все. Ну, во-первых, я люблю очень. Я люблю туфли, правда. Я, правда, видишь, что... Ну, это тоже, на самом деле, неплохо. Ну, не для нас ты их надела, свои туфли из комнаты обуви. Нам ты привезла уги. Я потом приеду домой, переодену старые, чтобы... Каблук. И пойду в магазин. И пойду по магазинам. Да, ну. Мне просто очень нравится. Причем я вот, как Кэрри Брэдшоу, там, она вот, я в туфле. Сколько у тебя таких пар? Пятьдесят? Прекрати. Сто? Что в этом такого? Так ты оттуда это взяла? Нет, это была до нее, а была первая. Так. Это началось вот с того момента, как можно было как-то что-то купить в магазине. Я первую, помню, увидела Рене Кавилла, такая, не знаю, может быть, или нет. Да говори все, мы на Ютубе. Это не телек. А, ну, отлично. Я просвещаю по пути немножко. Это блогерство, тут можно все. То есть это не первый канал? Нет. А еще я пришла. И там первые, помню, такие, да, туфли со стразами, с камушками. Вот. И они стоят, и я, вау. А мне особо тратить не нужно было. Работы было много. Я, помню, накупила, вот, не знаю, вот просто вот, ну, я не знаю, сколько. То есть все скупили, все, что было. Не хочу для меня идиоткой, ну, почти, да. У меня еще размер такой проблемный, 35-36, не все есть. Но ты себя это оправдываешь, чем, когда ты закупаешь эти туфли? Ничем. Вот эту комнату. Ты говоришь себе там, типа, мне для работы нужно. Нет, это естественно. Мне надеть нечего. Да, да, да. И вешать некуда. Да нет. Я, правда, тем, что все творческие люди немножко ку-ку. Вот я после того, пусть будет мою ку-ку, да. Сколько у тебя пар? Очень много, я не знаю. Ты считала? Я пыталась, сейчас уже сбила с отсчета, потому что у меня пошла вторая уже в линия. У меня мама все говорила, сокрушалась. Таня, ну ишь не продать, потом 35-го размера, кому? Я говорю, я не буду продавать. Потом можно, когда я уже умру, выставку сделала. Выставку, да. От 90-х до наших дней. Кстати, я классику, у меня есть, конечно, такие совсем вот 90-е, но они задвинуты во второй ряд, но в принципе у меня классические. Даже те же вот Рене Кавеллы, которые покупала в 95-м, в 90-м году, их сейчас можно надеть, и ты не скажешь, что они из раньше его времени. Но ты носишь их хотя бы, или они все стоят на полочке? Ну, они в коробочке все. В коробочке, аккуратненько сложнее. Да. Ты помнишь их? Подписаны. Ну, что-то помню, что-то, честно скажу, уже. Открываешь дым. Ух ты! Да, ух ты, а у меня кассеты тоже и нет. Ну, подожди, а давай хотя бы та цифра, на которой ты когда-то остановилась и сбила с счета, там сколько было пар? Ну, я думаю, что под тысячу. Па-бам! Вот такие неожиданные новости. Прям Таню, которая приходит в вугах при этом. А ты испытываешь чувство вины по отношению к своему старшему сыну, который... Немножко, да. Ну, даже не вины такую, ну, раньше была исключительно вина, потому что я понимала, что он переживает, блин, я начала говорить, перехватывает горло. Дайте водички. Сейчас дадим. Разнервничалась. Ничего. Просто я знаю, как он переживал. Но, с другой стороны, что мне было еще делать? Переживал ты, что ты так много ездишь и что тебя нету дома? Да. Ну, то есть, когда ты плакал на этой песне «Колубельная», это вот ровно те же самые слезы, которые льются и сейчас? Абсолютно точно. Это, конечно, тоже смешной случай был. Ну, все думали, что я брошенная, что там я одна воспитывая ребенка, но я как бы так и не подтверждала, и не опроригала, типа, как все говорят, без комментариев. Я помню, что мы едем с мамой в такси, и меня узнал водитель. В общем, я такой, о, так это ты, Таня, думала, так это тебя же правда муж бросил? А мама что-то прям, да вы что? Посмотрите, какая девочка может быть? Я говорю, мам, да успокойся, что-то она прям вот не смогла сдержаться. Еще, например, случай был. На даче, в общем, у меня там с подушками, какой-то приехал знакомый какой-то, на белом «Шевроле» такой, в общем. И стал, ну, я была замужем, 96-й год, и стал ко мне какие-то знаки внимания оказывать. И моя подруга ему говорит, да, слушай, вообще, Таня замужем. Он говорит, как замужем? А с виду такая честная. Вот этот дословный вот этот текст. Ну почему-то, я же не говорила, что да, вы знаете, да, вы знаете, я одна воспитываю ребенка, меня муж бросил. Я ничего вообще не говорила, просто песня и песня идет. Я плакала, все как бы думали, что слезы были о другом, потому что я переживала и за себя, и за ребенок переживала, и вообще вот эта разлука. Вот через нос для меня вот это вот переживание, что я не могу видеть своего ребенка. Я находилась дома, ну, не знаю, пять дней в месяц, наверное, максимально. А ты очень хотела, родить ребенка? Ты ведь очень рано родила. Ну как? Это сегодня. 24 года. Вот 24 считалось уже в то время, ну, не... Ну, не старая родящая, но так уже, на грани. Ну да, ну да. Причем мой муж детей не хотел особо, и я помню, что мы поженились, мне было, это был 91 год, мне было 22 года. Да. И где-то 23, там, тоже 3, так, а я понимаю, что он вообще... Я говорю, Коль, слушай, ну, надо как-то... У меня уже возраст уже... Поджимает. Да, поджимает уже 23, уже чуть дальше-то будет, уже все. Да. Потому что я там в 17 лет считала, что 30 лет это все, это уже... Да, понятно. Нужно заканчивать. Жизнь. В целом. То есть, естественно, да. То есть, куда там дальше-то уже все? Кому-то нужно... Да там тьма какая-то после 30. Я помню, там 17, 18, а потом даже так визуально помню, представление цифры так, 29, 30, и там реально темнота просто какая-то. Пропасть. Пропасть, да. Вот, кстати, сейчас я понимаю, что я уже в свои года, я, в принципе, может быть, я физически, ну, хотя не знаю, но могла бы, наверное, родить, но психологически я не готова. Но я понимаю, что у Валеры нет детей, но сейчас существует там всякие кучи способов, что, в общем, можно это сделать. Но я, честно говоря, не понимаю, как я к плачущему ребенку ночью вставать в мои годы. Не знаю. Ну, Валера сказал, что он будет готов к этому, когда вот он действительно заработает много денег, чтобы там было несколько нянь, чтобы это была какая-то, даже рядом стоящая отдельная квартира, чтобы это вот никому не мешало ребенок, который родится. В общем, ну... Как это? Ну, вот как-то так, да. Как-то ребенок никому не мешал? Это странная концепция. Ну, пока он маленький. Потом у Валеры четко он детей, в общем-то, он особо не думает о детях, но я понимаю, что он, наверное, хочет, чтобы он, в принципе, обязательно маленький. Мальчик, сын. И чтобы он стал футболистом. У него тоже какой-то такой какой-то биг спортсменом. Я бы, конечно, девочку, наверное, хотела, если третью, так, для разнообразия. Знаешь, я когда начинала в 90-е годы делать программу «Я сама», то для меня было большим откровением. Тогда хлынули к нам популярная литература, американская и, в частности, популярная психология. Для меня, в общем, это и было триггером, из-за чего мне казалось, очень важно делать там программу. Я сама и нравилась ее делать. Это было самой дико интересно, потому что после советских времен я впервые вообще обнаружила в этих книжках, что мужчины и женщины, на самом деле, это абсолютно непохожие существа. А жила я в презумпции, как, мне кажется, многие советские люди, что все мы товарищи какие-то. Да-да-да. Мы все одинаковые, в смысле психологии, отношения к жизни и так далее. И когда я стала читать эти книжки, меня это тогда абсолютно потрясло. И как ты сейчас смотришь на свой первый брак и на ваши отношения, и на то, что ты в этих отношениях, как я понимаю, была финансово независимой, даже брала в долг у своего супруга. Да, было такое. Ну, ты знаешь, я считаю, что вообще нам посылается в жизни, особенно мужчинам, если женщинам. Наверное, и женщинам мужчинам тоже, когда посылаются. Это для чего-то. Либо урок получить, либо там как-то, не знаю, что-то пережить, либо какой-то вот с помощью вот этого мужа, там, какого-то очередного, что-то прожить и понять, не знаю. Я благодарна Коле за то, что он меня приучил абсолютно вот к самостоятельности. Я даже сейчас вот на то, что Валера просто, я понимаю, он готов просто сделать все ради своей семьи, я все равно понимаю, что я опираюсь только на себя и рассчитываю только на себя. То есть такой, а, муж там заплатит, у меня такого нет. Это благодаря Коле. Ты думаешь, что это благодаря Коле или это благодаря вообще тому воспитанию, которое мы получали, что мы не рассчитывали на мужчину? Нет, я думаю, что благодаря Коле, потому что мама на самом деле моя, она всегда, вот у нас папа был добытчик, а мама хранительница очага. И вот я, кстати, не стала такой хранительницей очага. Ну, я умею готовить, но я не люблю. Ну, видимо, это еще сыграло свою роль, что я постоянно жила в гостиницах, и мне вообще все равно там какой-нибудь... Да, конечно, красиво, когда там симпатично все, но если там не симпатично, главное, чтобы была удобная кровать, плита, где можно там приготовить что-то, не знаю, там чай попить утром, и телевизор, чтобы посмотреть, и ванны, конечно, да, где можно расслабиться, там получить какую-то порцию удовольствия. Ну, я вообще помню, когда у меня родители, ну, жили вместе, папа зарабатывал деньги, мама, естественно, распоряжала деньгами. И чтобы маме как-то сделать покупки, она должна была все время с папой обсуждать это. И папа либо принимал, либо не принимал. И помню, какой-то... Мама хотела какую-то книгу про Ленинград, какую-то красивую, она была очень дорогая, я уже не помню, сколько тогда, но по тем временам, там, 70-е годы, это было очень дорого. И она говорит, Ваня, ну, нет, я сказала, нет, мне бы все позволить. Я вообще-то у меня прямо осталось в голове, это в памяти. И когда, я помню, мы с Колей только поженились, а у нас как было в группе, причем придумал Коля это, и правильно придумал абсолютно. Делится все на 4 части. У нас 4 человека в группе абсолютно поровну. Он говорит, почему я это делал? Потому что когда он в своих каких-то, раньше в каких-то группах играл, начинается дележка, кто больше, кто меньше, а почему-то больше, и вот не успев еще особого достичь, состояться, распадались. Распадались вот именно на этой вот почве вот этих финансов этих. А, и я почему-то рассказываю. И как это называла первая работа, такая небольшая, там, что-то, какие-то деньги. Это мы поженились, это было 5 сентября 1991 года. Короче говоря, у Коли деньги уже закончились, а мои остались. И мы решили, ну, раз мы жена, деньги общие. И я, помню, пошла, эти общие деньги, это фактически были моими, я пошла и что-то купила, в каком-то там первые коммерческие появились магазины, в какую-то себе кофту, очки, что-то еще, ну, что-то смогла. И Коля устроила скандал. Говорит, ты не посадишься со мной. И я вспомнила вот эту картинку, когда мама упрашивает папу, папа говорит, нет, 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 так, по-моему, книгу это не купили. Я думаю, это что, я буду всю жизнь так отработать, как бы, и спрашивать у мужа разрешение. Я сама предложила, Коля, давай так, давай, говорю, вот то, что твои деньги, это твои, то, что мои, мои. Если у нас родится ребенок, то мы будем скидываться на ребенка. И вот, то есть это моя была, моя инициатива и предложение. Я не думаю, что Коля такой плохой там. Вот, и потом, как бы, ну, схема, она так шла, шла, дальше шла, потом, естественно, я брала в долг. Он мне, вернее, да, он меня забирал. В долг брала чаще я, потому что у меня деньги не удерживаются никогда вообще. В долг у мужа. Да. И как-то я это считала нормально. А то я могла тратить, что хочу, не спрашивая абсолютно. То есть, таким было твое представление о свободе, о том, что ее надо выкупить. Что меня никто не контролирует. Ну, не то, что меня никто не контролирует. Все, от меня отстали. Там, где они думают, плохо, неправильно, у нее подруги говорят, Таня, у вас ненормальная семья. Я говорю, может, ненормальная? Ну, тебе это не казалось ненормальным? Нет. Условно говоря, раздельные счета, окей, но брать в долг? Прям в долг? Ну, мы же договорились так. Вообще, вот... Он напоминал, он говорил тебе? Ну как, у нас вот работа проходит. Мать, давай, назад. Там не так было, там было не так. А как? Ну, например, почему брала в долг? Мы работали месяц в Германии, например. А я у меня спускала все вообще, потому что я зарабатывала просто. Я совершенно пустая, и обратно летела домой. И тележка с дьюти-фри. Там очки. Но мне же обязательно надо очки. Еще какие-то очки очередные. У меня денег нет. Я говорю, Коля, у тебя... А у него есть 200 марок. 200 марок он мне дает. Дальше наступает следующая работа. И Коля мне выдает зарплату уже минус 200 вот этих новых. В экваленте минус 200 марок. А вот в чем дело. Он выдавал зарплату, поэтому он мог, так сказать, регулировать этот вопрос. Я где-то слышала, что Коль сейчас женат. И у него... Уже двое детей. Двое детей и супруга не работают. Да. И ты думаешь же, как так? Как, что я делала не так в этой жизни? Да. Ну, нет, я тут просто совершенно даже не то, что не завидую, или как это слово даже сказать, вообще неправильно. Мне нравится работать. Мне нравится быть самостоятельной. И сейчас даже то, что Валера, когда я добьюсь того, что я хочу, он говорит, ты будешь работать дозированно. Да. Типа не будешь. Я буду сейчас, конечно. Я буду работать всегда. Это черта нашего поколения, как ты думаешь? Ну, даже не знаю. Мне кажется, это зависит, наверное, от каких-то личных таких вот внутренних каких-то качеств. Смотри, если говорить про то, что от судьбы не уйдешь, и от того, что она тебе предлагает, то в твоем втором замужестве у тебя была такая версия, развилочка. И возможность стать женой футболиста. А это же отдельное... Звучит как оскорбление. Нет, слушай, ну это как категория. Для тебя звучит как оскорбление, а для кого-то, может быть, это мечта. Но это совершенно точно. Жена футболиста, это некая, ну, как это сказать-то, страта такая в обществе, знаешь. Жена футболиста, которые могут себе позволять заниматься личностным ростом. Нифига особо не работать, так сказать. И вот как раз потратить деньги на очередные очки или там что-нибудь еще, или машину. Шанс, судьба тебе такой дарила. Ну, судьба не поняла, что не на то дурвалась. Во-первых, я не знаю, сколько он зарабатывает. И меня, честно говоря, особо никогда не волновало. Там я выяснила только, сколько он получает зарплату какую. Когда там нужно было оформлять документы ребенку визу. Мы уезжали отдыхать. А так как у меня не было тогда ЕП никакого, вообще я нигде особо не числилась. Так что надо было делать на него. Да. И я увидела, какая зарплата. Мама дорогая, я не знала, что это столько. То есть он мне говорил, ну, я, честно, не спрашивала, какой-то в разговоре так заходила. Там в разы меньше это было, там в сотни раз. Вот. Ну, мне это как бы... То есть я, я почему говорю, что я выходила замуж, я совершенно не забогата, он не богат, я вообще не понимала. Потому что я сама зарабатывала и сама всю жизнь на себя рассчитывала. Я не выходила замуж, потому что там он много получает, и я буду теперь вот как бы в шоколаде. Понятия не мило. Но потом прошло время, кстати, и я помню, ко мне были претензии. Почему ты не купила там это, почему ты купила себе куртку, а вот у нас нет занавесок. Я подругу говорю, я говорю, вот поверьте мне, самый аллергатичный олигарх на мне женится, если... Он через пару лет будет говорить, ты почему за квартиру не заплатила? Тебе не стыдно? Ты себе туфли купила? Ну, начиналось очень красиво все. Что как это так? Он тоже знал про наш раздельный бюджет, там сам за себя платит в ресторане и все. Ты что, как это так? А потом было вот именно так. То есть и со вторым мужем ты тоже ухитрилась организовать раздельный бюджет? Да. Нет, ну не раздельный, я ухитрилась вообще в принципе просто вот как бы платить за все сама. А если еще не платила сама, то еще и получала сверху, что ты что вообще, обнаглела? А это нормально? Это талант. Твой. У меня много талантов, да. В том числе и такой. Сейчас я пытаюсь с Валерой себя вести уже как-то правильно, не знаю. Слушай, ты даже где-то говорила, что типа ты наконец обрела вот такой опыт благодаря первым двум замужествам, понимала, что третья свадьба будет за счет мужа. Секунду, хотелось бы уточнить, а что первые две были за твой счет? Нет, я может неправильно выразилась, не за счет, нет, нет. Просто первая свадьба у нас была, у нас реально не было денег. У меня была, вот мы купили самое дешевое платье, которое можно было, ну реально, потому что не было денег, потому что Коля женился в костюме нашего гитариста на прокат взятом. Так, вторая свадьба какая была? Вторая была по-другому. А, и свадьба проводилась за деньги Колинова, там, приятеля, друга. Вот, потом вторая была свадьба, конечно, немножко другая, я помню, я уже не хотела никакого свадьба в платье, понимала, что ну как-то не знаю, зачем, и я помню, встретила там свою коллегу на каком-то выступлении, и у меня платье было красивое, ну просто как-то там синее такое вот. Я говорю, красивое. Она говорит, ой, ты представляешь, что-то у нас есть такой Топаза Пэлла, магазин, и там есть очень классные такие портные, которые сошьет, у нас, я с мужем улетела там куда-то отдыхать, потерялся багаж, и они мне просто по вот рассказам в ноль шили такое же просто. Я думаю, все, иду вот, значит, тут магазин, встречаюсь там с закройщиком, объясняю, я не хочу свадьбу, но хочу, чтобы потом еще пригодилось на выступление. Ну так, рационально подойти к вопросу. И, по-моему, заходим там с знакомой, и висит такое просто облако красивое такое вот. Я говорю, вау. И она мне, моя подушка моя говорит, померяй. Я говорю, да ну не буду, куда, свадебное такое прям белое, такое облако все там, тюля огромное количество там, ну красиво такое прям взять его, так вот красота. Оно очень дорого стоило, там что-то порядка 5000 долларов, что такое. Я думаю, ладно, померяю. Я померяла, так встала, там все такое красивое, подиум, зеркало. Я помню такие мысли, думаю, я не знаю, выделю еще раз замуж, но то, что у меня такого платили не будет точно абсолютно. Я его купила. Вот. И свадьба у нас была, восемь человек, включая моего старшего сына и старшую дочь Влада с его первой женой. Вот. И все, и там буквально с моей стороны вообще почти не было никаких гостей. Я не знаю, что у меня со мной было. У меня было какое-то помутнение, рассудка, наверное. Вот с моей стороны не было ни одной подруги. Был, и родителей не было. Ну как, мамы не было. Его там мамы не было, что мама там не очень приветствовала за все, как бы. А я свою не стала звать, чтобы не было, я понимала, что будет куча журналистов, чтобы не было разговоров, что она же любит там сразу рассказать, почему и так далее, объяснить. И маму мою уже позвали, за ней послали машину уже в ресторан. И ресторанец у нас, ну сколько там, 10 человек, обошелся там банкет, ну не знаю, какую-то смешную. Так заплатил ты муж? Я платила, нет, я заплатила, да. Вот это, вот облако? Вот это, которое я хотела. Да, я потом уже в него выступила один раз на съемке. А оно сейчас висит, как бы, я не знаю, влезу в него или нет. Вот. А третье, честно говоря, я уже думала там... Вот, подходим к этому моменту. Он для меня важен, потому что, мало того, что это само по себе было грандиозным событием, которое осветили все наши, значит, СМИ. Хотя я скрывала усиленно, я не хотела ни СМИ, никого. Я помню свою вторую свадьбу, когда нас несчастных 8 человек там сидят в этих местах для зрителей, в смысле, гостей. И просто человек 60, не больше, просто как ты-ты-ты-ты-ты фотографы там. Вот с такими, вот с такими, вот с такими, вот с такими, какие-то там, не знаю вообще откуда они поднабрались, но... И мне хотелось, чтобы моя свадьба в третьей была уже такая вот настоящая уже, свадьба и свадьба. И мы никого не пускали внутрь. Но тем не менее, кадры до нас дошли. И что меня потрясло, Таня? Что и в третий раз ты выходила замуж в белом платье. Ну, естественно. Почему естественно? Ну, это же свадьба. Смотри, ты второй раз думала, да какое белое платье, зачем? Ну, там, слава богу, все-таки ты вышла в белом платье. А тут-то как? А тут мне, причем я думала, я что-то хочу такое вот... Сначала хотела сшить. Я, честно говоря, сшила одно. Второе. В итоге я в них здесь потом благополучно выступала. Я подумала, свадьба, хочется вот свадебное платье. Я понимала, что теперь оно точно уже одноразовое. Я, естественно, никогда не выйду на сцену, потому что он совсем там со шлейфом, там такое какое-то все, вот такое вот. Ну, блин, ну, просто я хочу невестой быть нормальной. Я выхожу за нормальным, надеюсь, мужчину. И хрен с ним, что он меня на девять лет плачет. Да наплевать. Это мой день, это мой праздник. И что там? Я даже не думаю, кто скажет, не скажет. Я прочитала в интернете, это, как говорят, ваши проблемы. Что ты прочитала в интернете? Прочитала кучу всякого говна. Что я толстая, что я старая, что у меня на голове какая-то хрень. Да, это хрень, я сама придумала эту хрень. Валера, когда меня увидела, он меня увидел, как полагается, сеть до последнего платья. Я не показывала, что это примета нехорошая. И все организовывала Валера, абсолютно. Я была, честно говоря, против, потому что зачем, говорят, тратить какие-то деньги, зачем это нужно? Просписались, ну, посели в сессаране, там, позвали гостей, друзей. Он говорит, ты что, у меня свадьба? А у него первая. Как у меня потом сын сказал, там, где-то в какой-то съемке осталось, он говорит, свадьба должна быть один раз, он такой, у Валеры. И, в общем, он говорит, у меня свадьба, я свадьба и свадьба. И он реально сделал это классно. Мы сейчас до сих пор недавно с своей подушкой встретились, он говорит, Таня, это было так здорово, потому что вот абсолютно такое, ну, я надеюсь, что я свое вот это вот настроение передала, в принципе, по жизни. Постальные какие-то, ну, друзья наши, не потому что там они, а правда, потому что мы дружим. И мои подруги, которые просто, ну, как бы они неизвестны никому вообще, и там абсолютно небогатые. И это настолько нас всех объединило, никто там не показал, что я круче, а ты кто такой там. То есть все как-то объединились, и всем было весело, всем было классно. И до сих пор вспоминают, насколько это было здорово. Так, платье Валера увидел первый раз там. Да. И что? И он, я просто спросил, говорит, ну, обалдеть, я дома в пижамке хожу, ему не нравится все это. А оплатила платье? Я оплатила сама. А, все-таки сама. Зато традицию не нарушила. Ну, я, да, все же как бы вешать на человека. Скажи, пожалуйста, давай подойдем, как это было? Как он сделал вообще предложение? У вас были уже отношения в течение... Да, мы уже, на самом деле, мы уже вместе жили больше даже. Мы, вот, короче, мы познакомились в октябре 19-го года, а, так сказать, съехались мы вместе, уже стали жить где-то с марта 20-го. Да. Вот. И потом, правда, я попала в больницу где-то на две недели. Вот, и потом уже, ну, короче, с 20-го года мы жили вместе. А предложение он мне сделал в 22-м. То есть, получается, 20-й, 21-й. Ну, 2,5-3 года где-то мы были вместе. У меня, когда мы до этого жили вместе, он говорит, там, это жена. Я говорю, это не жена. Называй, как с сестрой меня называют. А чего нет-то, господи? А какая тебе жена? Жена, когда будет жена? Вот со штампом. С кольцом. Сейчас не жена, поэтому даже не смей меня называть женой. И теперь, да, действительно, он мой муж, я его жена. А у меня сейчас моя дикция, кто это? Если молодой человек, мне было тяжело выговорить, а теперь легче муж. Короче. А так что, сейчас она была с причин, почему мне это, в общем-то, я согласилась сразу. Но ты ждала этого предложения или ты думала, ну, зачем, какая разница? Ну, живем, живем. Я тебе можно сказать, я была уверена, что если человек в первый год не сделал предложение, он не сделал никогда. У меня была такая установка четкая. Но предложение было невероятно красивым, как я понимаю. Ну, вообще, как бы он не хочет, чтобы я об этом говорила, потому что по его понятиям это не было так романтически. Но это было очень неожиданно. Но, честно говоря, просто он не выдержал. Он уже купил кольцо и хотел... Вот это вот, которое у тебя. Вот это потрясающее, которое соперничает с кольцом английской. Так самое интересное, что я, естественно, не спрашивала, не знала, сколько оно стоит. Я видела, что это Тиффани, потому что коробочка была Тиффани. Но потом... А, меня подруга все это рассекретила. То есть, началось то, что, ну, когда свадьба? Я говорю, откуда я знаю, когда свадьба? Опять, когда свадьба? Когда свадьба? А кто это спрашивал? Валера. Ну, так как-то. Я говорю, серьезно, когда свадьба? Я говорю, ну, завтра. А потом... Кольцо где? Я просто тоже как бы... Кольцо дала. Шутя, конечно. Я была уверена, что не будет никакой свадьбы, никакого предложения, ничего не будет. И вдруг он так что-то... В общем, мне нужно было уже там уходить. Он говорит, подожди, и так, стой, вытаскивай эту коробочку. Ты готова стать Рудневой? Вот его слова эти были. Я как-то... У меня было столько неожиданно, и, ну, приятно, конечно, в общем. Вот, кстати, к вопросу о смене фамилии, я собираюсь там, я жду одного момента такого важного, ну, пока паспорт нельзя менять. И потом я возьму данную фамилию. Я уже решилась. Потому что у меня не было и первых, я могла бы стать Тагриной. И родимую я не стала. Вот, а буду, была она Руднева. Вот так вот. Ничего себе, Валера. Кстати, я из всех моих трех свадеб, это первая свадьба, где мне сделали сегодня предложение с помолочным кольцом. У тебя был еще и девичник. Оттуда были прекрасные фотки, когда у тебя, значит, все подружки были тоже в фате. Девчонки придумали сами, да. Это они сами придумали? Сами придумали, да. Они напечатали какие-то футболки, что-то там не помню. Да, подружки-невестка, по-моему, да. У всех были розовые фаты. Да. А у тебя было белое. А у меня белое, коротенькое, да. Вообще, это тоже и первый девичник в твоей жизни? Второй, первый девичник был, ну, такой гораздо скромнее и скучнее. Просто мы собрались с подружками. Причем так интересно, что подружки мои, вот на этой девичнике, они были подружки Влада, моего второго мужа. Я не понимаю, почему. Я говорю, у меня какое-то было помутнение, что такое с вами произошло. Без твой брак. Без твой брак. Мой брак абсолютно, это вот как бы брак Влада. Слушай, были ли подружки, которые нависали и говорили, послушай, Таня, ты сошла с ума, ну ладно, ну живите, зачем замуж выходить? Там у него, наверное, какие-нибудь корыстные интересы к тебе. Зачем мы, да ему была бы нужна и так далее. Ну, как бы вот так прям дословно не было, но были такие вот такие намеки, Таня, подумай, нафиг тебе это надо? Что ты на это отвечала? Я говорю, ну, такое замечательное, что, ну, во-первых, я не могу, вот как бы, я привыкла все же быть замужем. Я не замужем была, буквально там, вот три, сколько там, четыре года перерыв был. В 1 декабря 16-го года я родилась, ой, развелась. И получилось, что там... А в 19-м уже познакомилась с Валерой? Да, в 19-м познакомилась с Валерой, да. Вот, поэтому, как бы я привыкла, как статус такой, ну, мне нравится быть замужем. Опять же, как бы вот непонятно, что я, Валерия, говорю, понимаешь, ты не муж пока, вот мне не поженились, ты сожитель. Вот противное слово, слово отвратительное, ну, это факт, так и есть. Вот оно тоже, вот это можно было бы в технологии разработать. Как намекнуть мужчине, что пора? Нет, а просто, когда он говорит жена, я говорю, да я не жена, жена, когда жена. А сейчас мы сожители. Сожители так и есть. Твои дети были на свадьбе? Да, конечно. Как они вообще относились? Конечно, это тоже рубеж какой-то. Одно дело, ну, мама встречается с кем-то, а другое дело, мама собралась замуж, и мама в белом платье выходит замуж на наших глазах. Нет, по-моему, мне кажется, они очень так, прям приняли такое эмоциональное участие. И, в общем, мне кажется, довольны. Нет, Валеру правда не любят очень. Никита даже сейчас, потом Валера звонит. Валера, да, при этом все. То есть где Валера? Валера когда приедет. Вы только-только начали жить вместе, получается, когда ты попала в больницу, и это было не просто так приключение, то есть это развивался тогда коронавирус как раз, и можно было бы попасть с этим в больницу и опасаться. Я с инсультом. И как вы прожили это время? Я помню, когда меня увозили на скорой, и Валя мне обратно говорит, что, слушай, я видел Валера, прям у него лицо аж просто изменилось, он действительно переживал, он испугался, как что дальше. Ну, да нормально, он ко мне приходил каждый день, хотя там был тогда тоже коронавирус, и было нельзя, но он как-то прорывался. Вот весь этот талант такой, он может как-то договориться, там как-то что-то вот прорывался, каждый день приходил. А тебя не испугал этот диагноз вообще в целом, такое, знаешь, слово инсульт, оно какое-то тоже соответствующее какому-то уже немолодому возрасту, и вдруг с тобой такое приключилось. Ну, это неприятно, конечно, я тебе больше скажу, когда я пришла, вообще почему я обратилась, у меня вдруг в салоне сейчас рука отнимает, вот я сижу, вдруг бац, хоп-то как-то, и вот я понимаю, что я не могу, я вот как-то, просто мне не поднять, его не поднять, вообще просто не работает вот эта часть, все, у меня раз такое случилось, я говорю, Валера, не знаю, что такое происходит. Я думала, честно говоря, у меня зачищение какое-то вот там пузанки, у меня шея, да, там бывает болит, болит часто там как-то спина, он говорит, так быстро, значит, МРТ, мне вот МРТ сделали, и после этого подходит, ну, вот там врач, кто где-то там делает, я говорю, ну что, ну, у вас, значит, либо онкология, либо инсульт, либо рассеянный склероз, типа, выбирайся. Я говорю, и что дальше, сейчас надо там еще раз посмотрим. Ну, нормально, у вас инсульт, я говорю, и что, срочно в больницу? Я, по-моему, выхожу к Валере, он говорит, что у меня инсульт, у меня само слово-то страшное, потому что для меня инсульт, это когда все, человек уже. Ну, да. А у меня раз, и пятнадцать лет опять возвращается. Меня привезли в больницу когда, и я помню, врач говорит, у вас какой-то особенный пациент, потому что, ну, обычно, как бы, ну, если уж шарахнул, так шарахнуло. А у меня хоп, и черепица возвращается. Я говорю, то-то, говорю, я яркий свет не могу солнечный переносить. Говорю, наверное, что-то неспроста. Ну, я только пошутила, конечно. Но потом еще пришли к выводу, что там какое-то, в общем, ну, что-то, видимо, просто, ну, какой-то не хватает какого-то белка в крови, ну, не будут сейчас всякие термины медицинские. Ну, в общем, мне вроде это выровняли все, я надеюсь. А потом я еще коронавирусом заразилась. Но самое интересное, что для меня он прошел очень легко, тяжело болит Валера. Вот, Никита вообще один день потемпературил, и все. И через год заболел мой старший сын. Но вот он болел очень тяжело, его даже пришлось в больницу положить. Вот. Но получается, что, значит, тогда самые такие какие-то и испытания вы успели пройти вместе для того, чтобы увидеть, что похоже, что это не просто так. Так еще, понимаешь, когда вот эта пандемия, мы же находились вместе все время, и, по-моему, выезжали, там же в тот момент было нельзя выходить на улицу, ну, потом уже, когда там, в общем, там вызрали, все нормально. Просто садились в машину и катались там до Кронштадта, куда-то еще. Ну, просто вот как бы ездили. Но я поняла, что вот это испытание, когда ты находишься просто не то, что там постоянно, вообще просто круглосуточно. Круглосуточно, да. И, кстати говоря, многие пары этого не выдержали. Даже те, которые многолетние были уже в браке, посыпались отношения, потому что это действительно испытание. А нас это, наоборот, как всплотило. А тебе вообще кажется важным, чтобы отношения проходили через какую-то проверку или нет? Ну, мне кажется, любые проверки, мне кажется, это, может быть, становится неплохо, но я, честно говоря, считаю, что это не нужно. Хотя, как бы, это не значит, что если проверок нет, то отношения, значит, настоящие. Лучше, наверное, без проверок, вообще, когда все ровно, хорошо, когда есть взаимоуважение, когда друг друга боитесь потерять, и вот упустить вот это вот чувство какое-то вот трепетное такое друг к другу, вот это, наверное, самое главное. Вообще, я, честно говоря, мечтала влюбиться, и я знала, что это будет когда-нибудь. Прямо даже так? Ну, как бы, я сейчас, как-то, я узнала тогда, но надеялась, так правильно сказать. И когда это случилось, я была очень рада. Я, в принципе, готова была к этому состоянию. Тань, ну, вот после свадьбы ты почитала большое количество комментариев о себе и о том, как ты... Много узнала. Много узнала, да. Ну, вот, о чем разговаривают. О том, что произошел, значит, подарок тебе был сделан в виде ресторана. Правильно ли? Ну, как бы, это называют подарок, причем, опять же, я прочитала, сколько там он стоил. 50 миллионов. Да, мы это посмеялись с Валерой, потому что я не знаю, сколько он стоит на самом деле, сколько там вложено, и, в общем, такого не было. Там Валера так вытащила 50 миллионов, значит, купила ресторан, говорит, теперь он твой. Да. Там все, конечно, не так абсолютно. Там есть инвесторы, и вообще это все вот как бы... Просто правильно сказать, он ресторан моего имени. Ну, как имени меня, не знаю, как бы... И на этом все вот как бы крутится вокруг. Естественно, мне говорят спрашивают, а вы занимаетесь рестораном? Я говорю, да, конечно, я сама готовлю, сама бухгалтерию веду. Нет, там есть шеф-повар, есть шеф-кондитер, есть бармен, есть шамелье. Но почему этот ресторан твоего имени? Потому что это пиар-ход хороший, потому что это привлекает внимание? Ну, вообще, это, я так думаю, мечта Валеры, как бы заниматься этим. И я думаю, что да, конечно, это, в общем, достаточно так способствует, я надеюсь, продвижению, новое, как что-то открывается, а еще и там связано с именем, известным каким-то. Я могу сказать, что где-то примерно, надеюсь, через полгода откроется ресторан на Петровке. В Москве? В Москве, да. И тоже занимается Валера этим. И, в общем, это будет такая вот как бы совместная история с Lucky Group. Потому что Валера с ребятами с этими давно, они там еще в свое время что-то открывали вместе. В общем, дизайн, название, как бы все это. Но это будет, ну, как это, совместно я и вот Lucky Group. Ну, то есть сеть ресторанов, которые открывают Валера, они так или иначе имеют отношение к твоему имени? Ну, вот нет, первым это была вот эта гастрономика, а сейчас, ну, вот он хочет в Москве, чтобы тоже так же было. Потом у него есть какие-то в мыслях такие вот открытия, как в Петербурге гастрономика, так вот в Москве, чтобы тоже гастрономика была. А финансово ты внутри этой системы или у вас поделенные счета? Нет, финансово это все Валера, я ничего не понимаю. Там есть бухгалтеры, он занимается зарплатами, он занимается так вот этим все, вот этим все. А дивиденды ты от этого какие-то получаешь? Ты? Ну, Валера какие-то деньги мне приносит, откуда я не знаю. Оттуда, ну, наверное, не знаю. Такого, что вот это капает это с ресторана карточка, это там оттуда, это с ИП, такого нет. В вашей семье сейчас, ну, новые правила финансовые, теперь тебя содержит муж? Ну, да, он очень помогает, мы так, в общем-то, ну, живем на его деньги, так скажем. Ага, ну, потому что мне важно это прояснить, во-первых, потому что есть история вопроса, ты говоришь, что даже если бы олигарх на тебе женился. Пока ты держишься. Я держусь пока. Да, пока ты позволяешь. Ну, я пока что-то отталанты не проявляю сюда. Но кто знает, что будет дальше. А какие обязанности на тебе вот в рамках ресторана? Вот недавно ты сделала какую-то очень такую яркую фотосессию с Алексеем Житковским. Это чья была идея? Эта идея была пиар-работника, которая в ресторане работает. Во-первых, замечательным был фотограф по фамилии Блох. Да. Алексей Блох. Я считаю, он гениальный. Причем мы снимали-снимались, я про него читала, я его как бы знаю, там, его работы. И когда мы уже прощаемся, он мне дает или визитку, или телефон свой не помню. И я говорю, так это, блин, так это вы, а я его не узнала. Это было так здорово, классно. Хотя бы ради этого нужно было согласиться на эту историю. А когда с тобой работают там стилисты, видимо, для этой съемки это придумывалось, ты что-то вносишь в свои какие-то идеи? Или ты целиком... Нет, я отдаюсь, это ваша работа, я готова на все. А давай еще разберемся с то, что волнует множество журналистов. Вы живете с Валерой на два города. Ну, да. Ну, хотя, в принципе, Валера, он мечтает, что я все-таки перееду окончательно в Москву. Я говорю, даже не мечтай, хотя кто знает. Вот вчера как-то с ним говорили на эту тему, что как-то Москва-Питер. Он говорит, я мечтаю в Москве, как бы я так люблю Москву, это что-то ты со мной будешь? В Москве говорю, я же нет, ну, значит, я буду в Питере жить. Я говорю, ну, вот, скорее всего так. Потому что я пока не готова, чтобы это все бросить и переехать. Но ты же совсем рядом. Рядом, поэтому я вот туда-сюда мотаюсь. Я люблю Москву очень, мне нравится, у меня друзей тут много, но настолько я вот к своему городу привязана, я фанатка просто Петербурга. И даже сейчас меня пригласили быть амбассадором на выставке в ДНХ в марте. И я прям, у меня гордость такая, что я буду представлять Петербург и амбассадор своего родного города любимого. Это вообще здорово. А у тебя в Питере в центре квартира? На Васильевском острове. И от дачи ты не любишь? Нет. Вообще вот это все, когда вокруг зелени много уединен, мне кладбище напоминает. Я сейчас, в принципе, в Москве живу недалеко от Курского вокзала, и когда там место тоже так, хорошо, спокойно. Поязание проходит, тоже хорошо. А у Валеры есть какая-то недвижимость или нет? Да, у Валеры квартира в Москве. И в Питере у родителей. Потому что он в Москве реально, он прям мечтает тут жить. Ну, то есть получается, что когда вы живете в Питере, то вы живете в твоей квартире, верно? Да, но и в Москве мне тоже удобно просто, потому что у него квартира находится дальше от Ленинградского вокзала, а моя находится ближе. То есть тут, хотя когда мы начали общаться, я никогда в жизни у женщины жить как-то так. Я говорю, а как ты вот себе представляешь? Ну, вот что-то там, типа, ну, в Питере с ними. Я говорю, жить в съемной квартире, когда у меня замечательная нормальная жилоплощадь, как бы удобная, с моими туфлями вообще рядом все тут. Ребенка, школа рядом. Зачем мне это мне надо? И он как-то так подумал и посчитал, что, в общем, да, наверное. Реально, мне это удобно. Зачем? Какие-то там дурацкие какого-то чьи-то правила или там чьи-то принципы. А у Валеры были какие-то отношения до тебя? Да, у него, я знаю, была... Он встречался с женщиной достаточно долгое время. Она уже старше на него намного была. И вообще, он мне сказал, что ему женщина постарше нравится где-то. Он говорит, мой возраст окнул там за 40. Я подкалывалась на эту тему. Говорю, ну, найдешь кого-нибудь постарше. Бросишь меня. Но у вас не расходятся интересы, как бы, я не знаю, по отдыху или еще чего-то? Вы все время смотрите в одну и ту же сторону? У нас, единственное, расходятся интересы по кино, по музыке. Да, это мы с тобой обсудили. Да, 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 да. И вот, ну, наверное, ему нравится загородная жизнь, и он мечтает жить загородным. Я сказала, это точно нет. Господи! Уж лучше в Москву. Господи! То есть все пенсионерские интересы у Валеры. Вот поэтому и сошлись. А ты бы хотела зажигать на дискотеке. И там, да, все это весело. И в центре города максимально. Да, да, да. Ну, это потрясающе, конечно. То есть, если что, быстро доехать на такси до дома. Ты когда-то сказала, что если бы ты что-то желала молодым людям, которые выходят на какое-то, ну, пространство, завоевание публики, ты бы им пожелала готовиться к провалу. Да. Почему? Потому что, когда ты готов к чему-то, ну, ты знаешь, там, как бы предупрежен, вооружен. А если ты, особенно если все так хорошо, и вдруг провал, не все могут подняться. Вообще для меня, я даже читала, я забыл, кто-то сказал, по-моему, Кочеловский, что успех для меня это не тот достиг, а насколько ты после того, как ты, то есть неизбежно вот эти вот, то ты на вершине, то вниз, это всегда есть. И вот когда ты, насколько ты способен вот после низа опять подняться, вот это и есть успех. Потеряв деньги, там, не знаю, вложив куда-то и все проиграв-то, все потеряв. И потом опять не, там, не знаю, не спиться и не ныть ходить с ульями, а найти себе силы придумать что-то новое. Вот как-то, ну, начинать как-то вот опять жизнь заново. Нельзя быть все время наверху. Нельзя. И такого нет, вообще, в принципе, нет такого в природе. Ты четыре года назад сделала юбилейный концерт в Октябрьском, он шел четыре часа, и он тебе подарил какое-то новое отношение к концертной деятельности. Я вознаграла опять гастроли. Я раньше, там, то есть в 90-х, в 90-х и в нуливых, наездившись вот по городам и весям, у нас гастролей не было, ну, наверное, лет 12, так же на гастроли. То есть, когда ты могла не ездить, ты тут же перестала это делать? Да. Настолько это было... Это было тяжело. Я помню, приехали в Владивосток, и была зима, было очень холодно, а воды горячей нет. А у меня концерт через, там, три часа. Ну, что делать? Я под холодную воду, а-а-а, так с криком просто помыла холодную воду голову, потому что я не могу выйти, там, сказать, знаете, там, с самолета, перепад во времени. Угу. Никого это не волнует. Плохо тебе, хорошо, там, болеешь. Артистка, выходи. Ты артистка, выходи, это, да, и никому не расскажет. И у нас такой на Броницкой улице есть институт ухо-горло-носо. Причем он в советское время был один из лучших вообще в Советском Союзе. И туда съезжали все. И приезжали из Москвы артисты. И я к чему-то рассказываю, что вот из тех пяти дней или недель, где я вот была в промежутках гастролей, я ездила на эту Броницкую. И там... Лечилась. Лечилась, да. Либо мне говорили молчать. Я вот неделю молчала, там просто, там, я помню, прихожу, а уже у меня все домашние знали, что если молчать, то я уже, я как партизан буду молчать. Помню, вот, захожу, ну, после вот визита к врачу, открывается дверь с Сашей маленьким. То есть, Сашей, я там, ну, что я? Он, о, нет. Потому что им тяжело все. Тут создал слово, а тут у нас с мамой были свои жесты, там как-то, а, это буква А, там, Б, это бровь, В, ну, то есть, вот такие вот. Это когда надо было молчать, тебе приходилось выработать вот этот вот. Абсолютно просто, да. Я как партизан. Коля, что-то мы ругаем вообще. Говорит, не ори. А у меня эмоции, потому что я, я же, нет, не могу орать, мне голос наберечь. Я вот, не ори. Слушай. А, и вот что сейчас получается за эти четыре года? Ты как бы получаешь удовольствие от концерта? Да, да, научилась. У нас замечательная команда наша. То есть, вот твоя парабола, условно говоря, сейчас опять поднимается на пик? Ну, смотря, что считать пиком. Если, что я получаю удовольствие от работы, то да. В следующем году что-то готовишь? Да, да. Будет концерт в Москве, но, честно говоря, для меня главнее концерт, который будет в Петербурге. Я уже не рассказала, 22 марта. Приходите, все бурореги. А репертуар? Я уже подготовила для московского концерта отдельно у меня будет. 30 песен даже, ну, там, не меньше 30. Какой процент там хитов из 90-х, а какой процент там новых? Новых там будет небольшой процент. В основном, конечно, это хиты из 90-х. И я попросила, чтобы делали танцпол обязательно, потому что мне приятно, что сейчас я возвращаюсь к тому, с чего мы начинали. А начинали мы группа Летний Сад именно вот на дискотеках каких-то, когда даже дискотеки, это такие большие дворцы спорта, но это не сольные были концерты, а сборные. И я помню, для меня была лучшим вот таким вот проявлением как приятия нашей музыки, когда все танцуют. Происходит такое единение огромное. Вообще, я могу сказать без ложной скромности, что у нас на концертах, как на нашей свадьбе, у нас очень душевная атмосфера, очень как-то вот... Я всегда говорю, у нас нету каких-то там суперэффектов, что я не знаю, перьев там, взрывов и так далее. Но вот настолько вы получите, вот как бы я отдаю, вот что я могу отдать. И так вот так же происходит отдача от зрителей. И вот это, когда происходит этот, как это сказать, обмен вот этот круговорот такой какой-то, это вот высшее счастье. А сколько ты когда-то представляла себе, что за пределами 30, там где-то, значит, тьма и бездна, что ты можешь сейчас сказать по поводу стереотипов относительно 50? Я могу сказать, что те, кто придумал эти стереотипы, либо они очень рано умерли, или не дожив до этого возраста, либо это люди с какими-то комплексами огромными, потому что 50 лет ничем не отличается от 30. Кроме того, что просто ты, ну да, какой-то у тебя опыт, какой-то багаж. Я не знаю, если ты, в принципе, ну, думающий человек, то это, например, интересный возраст классный. Ты уже психологически можешь какие-то моменты разложить по полочкам для себя. Если ты там за свою жизнь на что-то обращал внимание, запоминал как-то там, сделал какие-то пометки, то сейчас ты этим можешь пользоваться и применить это в свою жизнь. Поэтому я считаю, что прекрасный возраст. И самое главное, наверное, просто не, ну, просто, ну, как это сказать, не загонять себя в какие-то рамки, что вот мне 50, мне нельзя носить то, мне нельзя носить это. Если вам хочется, просто надо жить так, как хочется, тогда не важно, сколько в лет, 60, хоть 70, хоть 80. Вообще не важно. Главное здоровье, самое главное. И не слушать никого, кто вот там вокруг говорит, там, стереотипы, какие-то правила. Правила установите, только вы себе сами. Ну, наверное, еще есть божьи заповеди, но это, в общем, их, в принципе, исполнить не так сложно. Относительно детей, все-таки, если вот этот план Валеры существует, ты готова его поддержать? Я тебя спрашиваю с полным правом, потому что я твоя полная ровесница, и я ни в коем мере не хочу на тебя надавливать. Просто мне кажется, что время меняется, и есть все равно огромное количество стереотипов, и даже, и есть при этом, может быть, вполне здравые опасения, что, ну вот как, это же, ребенок, это же не только удовлетворение наших, как бы, эстетические желания, это же и наша еще ответственность. Это не тянука, не котенок, который может там, куда-то сказать. Ну, что ты думаешь на этот человек? Я вообще про это не думаю, потому что есть у меня муж, который молодой, который, я надеюсь, там, ну, это его ответственность. Это его ответственность, это его, да, его будет как-то желание, там, и так далее. Но, как бы, ну, папа-то, если даже я там, не знаю, мне будет, дай бог мне прожить долгую жизнь, но все равно, я думаю, что я уйду раньше, чем Валера, из этого мира. Это, кстати, неизвестно. Неизвестно, да, неизвестно, но, как бы, есть папа молодой. Потом у этого ребенка будут братья, старшие, поэтому, в общем, ну, и потом я все-таки, потому что Валера воспитает ребенка правильно, абсолютно. Ну, и я там как-то приложу какую-то свою руку. Но, в самом деле, бояться не надо, вообще ничего бояться в жизни не надо. Кроме кары Божьей, наверное, и кармы. А все остальное, в общем, все замечательно. Слушай, сейчас такое время, вот мы с тобой уже обсуждали много раз, как бы, 90-е, которые вошли в моду. Как тебе вообще кажется, вот это наше поколение, которое прожило 90-е, и ими сформировано, какое оно? Я думаю, что, ну, если про меня говорить, то я очень закаленная, я могу сейчас спеть в любых условиях вообще. Вот. Слышно, есть там Энера, нет Энера. Я так с тобой согласна, мне кажется, это вообще такое важное слово, закаленное. Да. Вот я про него очень часто тоже вспоминаю. Я понимаю, что, и то, что ты сейчас говорила про то, что ребятам надо привыкать к падениям. Да. Мне кажется, вот наше поколение, для меня нет ничего необычного в том, что, ну, да, сейчас проект закрылся. Лично неожиданно, да. Окей, начнем новый. Не получилось вот это, нормальное это условие жизни. все правильно. Так и есть? У тебя такое же ощущение? Абсолютно. Поэтому я благодарна 90-м за то, что они были в моей жизни, и то, что они правильно оставили след в душе, там, не знаю, в сознании, вообще опыт правильный дали. То есть нужно чего-то добиваться всегда и никогда не опускать руки. И не думать, что сейчас у вас там 35 миллионов подписчиков, это не значит, что они будут всю жизнь. Это значит, что через 10 лет они скажут, да нафиг новый появился, мы к ним перекочуем, а ты уже надоел. Значит, думать о том всегда, что это все, вообще успех, слава, деньги, вообще все абсолютно. Это все не вечно абсолютно. И то, насколько вот это испытание, вот этой славы, там, известность, какое-то внимание, вы сможете пережить, вот, это как бы закладка на будущее, ваш успех. И вообще, я тоже, кстати, уверена абсолютно, что если ты с позитивом относишься к жизни, вот, хоть у меня, мои дети смеются, что я там тоже все в космос посылаю, а я говорю, это на самом деле так работает. И если вы все время будете говорить, плохо, то будет плохо. Она говорит, хорошо, неважно. Если даже что-то тебе кажется, идет не так, то нужно вот просто сказать, ну, очень будет хорошо. Спасибо за опыт, который ты мне послал, вот, там, господи, дай только силы выйти достойно из этого. Ну, я могу сказать, на сегодняшний день, мне нравится моя жизнь, так вот я скажу. Твою душу мне лазить все равно. Потому что я живу с человеком, который я люблю, который любит меня, который меня уважает, который меня везде поддерживает, и я его также, соответственно, поддерживаю. Мы как вот такая команда семья. Я люблю своих детей, я очень верю в них, я знаю, что у них все будет сейчас все неплохо, но будет еще лучше, будет так, как они хотят. У меня есть крыша на голову, у меня есть моя любимая работа, у меня есть мои любимые ребята в группе «Летний сад», в общем, с которыми мы работаем. Для меня каждая встреча, это класс, это праздник, в общем, получать от жизни удовольствие можно в любом возрасте, помните об этом. У тебя где-то сейчас заканчивается горизонт цифр или нет? Есть? Откуда теперь начинается темнота? Это вот типа за 80. За 80 там типа... А там непонятно, да. Ну, встретимся, когда нам стукнет по 80, и обсудим, какие там перспективы. Спасибо, Таня, тебе большое. Спасибо. Ну и удачного юбилейного следующего года, в котором пусть прогремят все твои концерты, и счастье тебя не покидает. Спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok